Мы с вами проведем семинар по различным вопросам методики обучения границ на скрипке, делаем наибольший акцент на работе с начинающими и разберем различные разделы техники, различных приемов и в дальнейшем развитии ученика. Поговорим о репертуаре. И у меня вот такая просьба, я бы хотела знать, кто из присутствующих бывал уже на моих лекциях. А, понятно уже, много. С тем, чтобы мне как-то уже... Но придется, вы знаете, говорить и повторять все истины, которые нам нужны, потому что повторение всегда полезно, может быть возникнут какие-то новые вопросы, задавайте любые вопросы, мы будем всех их выбирать. Так, я хочу остановиться на самом главном, что для успешного обучения ученика на скрипке необходимы три фактора. Попадение какого-либо одного из них не даст нам полноценного результата. Первое – это свободная постановка. Постановка не в статике, а в процессе развития припособления индивидуально у каждого ученика, потому что все ученики разные, и руки у всех тоже разные. Приходится в процессе работы приспосабливаться к каждому. Второй момент – это правильный выбор репертуара. Я всегда об этом очень внимательно рассказываю и делюсь собственным планом прохождения всех разделов. Этюдов, гамм, пьес, концертов. Это не значит, что обязательно надо следовать именно этому порядку, но я просто берюсь с вами своим опытом. И третий момент – это организация домашних занятий. Самое больное место в нашей работе. Что в районных музыкальных школах, что в специальных – это всегда самое трудное, самое сложное дело. Значит, если мы… Вот давайте разберём. Ученик играет с нажатыми руками. Он может заниматься с утра до вечера. У него результатов не будет, потому что при зажатых руках склонность не даёт возможности развиваться. Это самое необходимое. Полная свобода рук. Что мы называем свободой? То есть использование во время тех или иных технических приёмов самое минимальное количество усилий мышц. Всё, что выше этого, это у нас уже является напряжением. И чем больше этого напряжения, тем меньше возможностей для дальнейшего развития. Так, ученик у нас играет свободными руками. В дальнейшем важно представляет, а что он будет у нас учить, что у нас будет играть. Все мы заинтересованы, чтобы ученики двигались быстро. Но завышать температуар нельзя. Если руки ученика не готовы, его технический багаж не подготовлен к моему новому произведению, то давая непассивное произведение, тем самым мы сводим на нет его свободу движений. Потому что любое неудобное, неотработанное движение вызывает включение лишних мышц, то есть напряжение. Давать всё время только лёгкие произведения. Ученик двигаться не будет. Он мучится на том, что мы ему даём. И я могу сказать, что такой известный всем нам педагог, как Юисайевич Енкеревич, он говорил о том, что для него выбор программы – это очень ответственный момент. Одному ученику можно уже заранее предсказать, вот после этого произведения ты будешь играть следующее. Такое-то, такое-то. А иногда бывает, что до самого последнего момента голова, так сказать, никак не может точно себе представить, что лучше дать ученику. И третий момент – организация домашних занятий. Это очень трудно. С этим я тоже поделюсь. Есть очень хорошая работа, мост раса, организация домашних занятий. Она дана, правда, в плане таком уже для взрослых учеников. Но с маленькими, конечно, нужно обязательно этот вопрос очень подробно разбирать. И когда я к этому разделу подойду, я расскажу, как я организовываю домашних занятий учениками. Значит, давайте разберём первый раздел, то есть постановку. Отдельно я хочу сказать, что, разобрав постановку, я подробно потом остановлюсь на методике проведения первоначального урока с начинающими. Это вообще особый отдельный раздел. Так что сейчас я просто скажу о определенных установках, которые мы должны давать, когда первый раз ученик прикасается к инструменту. Везде в осихно-эзотических работах говорится о том, что должно быть индивидуальное приспособление. Но, простите, индивидуальное приспособление, оно проявляется в процессе занятий, в процессе развития ученика. А какие-то определенные, объективные, первоначальные установки мы ему должны давать. Так, значит, мы начинаем всегда с видением смычка. Я могу вам сказать, что я совершенно, так сказать, стопроцентно противник игры пицциката вначале. Почему? Потому что пицциката очень даёт короткое звучание, а ведь вопросы интонации вначале особенно сложны. Поэтому нам нужен более длинный звук, который может дать только проведение смычка. И не надо бояться этого, потому что, кстати, и приём пицциката тоже требует определённой техники. И это не так просто. И вспомните, если начинать работать над концертом Кабалёвского, там эпизод пицциката называют вначале определённые сложности. Да, начиная ещё тем более. Значит, прежде чем дать руки ученику смычок, надо посмотреть на его правую руку. У всех у нас разное сочетание длины пальцев. Их три варианта. Вот моя рука. Указательный палец короче, чем безымянный. Чаще встречается, когда указательный и безымянный одинаковой длины. И реже, чтобы вызывать тоже некоторые затруднения, но всё-таки есть соотношение, когда указательный длиннее, чем безымянный. Для чего это нам надо? Потому что есть объективные установки, которые должны быть одинаковыми для всех трёх вариантов. Госпожа, это не налипать. Большой палец нужно располагаться между колодочкой, вот выступом колодочки, и обмоткой. Вот кожица есть. К сожалению, на многих детских смычках эта обмотка ставится совершенно без учёта удобства и держания смычка. А просто так надо, чтобы конитель не разматывалась, и клеивается кожица. Потому что именно примерно 7 мм расстояние без скорости от выступа колодочки, это то место, куда мы ставим большой палец. Причём не надо упирать в колодку вертикально, вот так вот боком. Потому что большой палец должен иметь возможность движения и вверх, и вниз. Вот его. И, разумеется, торец косточки касается трости. Нельзя просовывать вглубь, потому что если просовывать большой палец, уже держание очень неудобно. Теперь смотрим дальше. Для тех, у кого одинаковые указательные и безымянные пальцы, или указательные короче безымянные длине, напротив большого пальца располагается крайний сустав среднего пальца. Вот. Нельзя его держать глубже, потому что у нас сразу получается неустойчивое положение трости в пальцах. Нам эти суставы очень нужны. Ну, как полагается, указательный палец, немножечко отступя на трости, расположен средней фалангой. У колодки он чуть-чуть ближе к крайнему суставу, у конца ближе к суставу, который в ясном суставе ближе. По положению безымянного пальца отличается. Если безымянный длинный, то он может более глубже поддерживать смычок. Если же указательные и безымянные пальцы одинаковой длины, тут обязательно надо просмотреть и не дать глубоко захватывать безымянным пальцем трости. Уже он должен располагаться на трости в середине фаланги, вот не глубже. Если мы возьмём глубже, то у нас тут же средний палец пойдёт дальше и будет неудобное положение. Мединец обязательно должен быть круглым на трости. И пальцы располагаются, ну, все вы уже опытные, коллеги, не сомкнутые, а чуть-чуть отступя, указательно чуть вперёд, мединец дальше немножко безымянного пальца. Давать в руки смычок надо обязательно с наклоном. Не так пальца располагать, а потом наклонить. Почему нам необходимо держать у колодки смычок с наклоном? Потому что вес смычка самый тяжёлый именно у колодки. И если мы держим без наклона, то основная нагрузка получается на большой палец. Он очень сильно согнут. И потом сделать наклон очень сложно. Большой палец полусогнутый. И у самой колодочки касается волоса. Эта часть волоса мы и не играем. Так что не надо бояться прикосновения к нему большого пальца. Это только в первый момент. В процессе движения от колодки до конца большой палец будет выпрямляться. Пальцы принимают... Если у колодки они были под прямым углом, более острый угол в отношении тросте. И что самое важное, это что у нас делает мединец. Есть очень подробный труд о творческом наследии Инкелевича. Там тоже очень подробно всё разобрано. Инкелевич также оставит на том, что мизинец нам необходим только в нижней трети смычка. Только в центре тягица смычка в третьей колодке. У самой колодочки мы должны удерживать вес смычка именно мизинцем. Ну, тут, конечно, встает вопрос о том, чтобы смычок был не чрезмерно тяжёлым. Иначе это не получится. И уже когда смычок доходит до центра тягости, мизинец фактически не испытывает нагрузки. Он только прикасается к трости. А в процессе сведения до конца мизинец отходит. Мы его не поднимаем. Он просто из-за того, что пальцы поворачиваются чуть-чуть больше к трости, он отходит. И обратное движение, когда к колодке мы возвращаемся, тоже не надо стараться как можно раньше поставить мизинец. И что очень важно, вначале это трудно, чтобы ученик не держал у конца тоже мизинец. Ведь если мы мизинец всё время держим, у нас пальцы в одном статичном положении. Они уже двигаться не могут. И очень сильный прогиб пистелого сустава. Когда играет ученик не только нижней половины, он играет с наклоном, и всё время мизинец стоит. Верхняя половина должна быть без мизинца. Приходится долго с этим возиться. Но напряжённый мизинец – это зажатый кистевой сустав. Иногда кажется, да пусть он там стоит, он не мешает. Он мешает. Он мешает правильному положению руки у конца смычка. Когда, ну, я в первоначальном обучении чуть позднее, поэтому это просто первая установка, как надо дать руки в смычок в обучении. Очень полезно, чтобы он положил себе водопалец, приподнял, опять положил. А не то, что мы его даём, он боится поднять смычок от струны. То есть, но тут важно, чтобы мизинец, конечно, мог удерживать смычок. У детей иногда бывает, что этот сустав проваливается, он не держится. Тут поможет только кистевой эспандер, различные физические упражнения, чтобы укрепить мышцы. Если же это не было невозможно, то держать смычок правильно ученик не сможет. Мы проверяем при поступлении, как он слышит. Мы просто смотрим и на руки. И если уже большие дефекты, то лучше тогда, конечно, порекомендовать заниматься каком-то другом инструменте. Теперь вопрос о том, как мы дадим в руке скрипочек. Здесь очень, так сказать, много сторонников, по-моему, к сожалению, мелкого держания инструмента. Опять-таки хочу обратиться к актуалитету Инки Древичей. И, кстати, не только его, а и парижской школе в бою, и Раде. Все говорят о том, что самое рациональное положение кисти, когда около порожка скрипка находится между основанием указательного пальца и большим. Чтобы весь пояс, пястер, суставов был на уровне грифа. Не так. Когда Пуль рассматривает вопрос вибрации, я там покажу, почему, каким образом получается именно вот это низкое положение. Это вначале, даже если поставить правильно, но не проследить вовремя за правильным развитием операционного навыка, рука может потерять это правильное положение. Так, что у нас делать большой палец? Вот нам и так трудно приспосабливаться к скрипке. И положение рук, играющих на скрипке, достаточно сложное. Поэтому надо стараться приблизить к удобству держания инструментов, как естественно можно сделать. Вот рука, свободно, кладём скрипку. И всё. Большой палец у нас оказывается напротив первого пальца, то есть тон от порожка. В дальнейшем индивидуальное приспособление может быть, в каком плане, большой палец может сдвинуться чуть-чуть ко второму. Кроме того, в зависимости от того, в каких тональностях играет ученик, демольный, диезный, расширенный или аппликатура, положение большого пальца всё время меняется. Но первоначальная установка, вот, рука, и положительный. Ученик не должен тянуться и кое-как, так, стараться найти положение. Скрипку надо просто положить. В зависимости от руки в учениках, очень важно вначале найти правильное расстояние кисти по отношению к порожку. Поэтому не надо, мы же не даём сразу играть всеми четырьмя пальцами, но прикинуть, вот так сыграть, поставить четвёртый палец, даёт возможность посмотреть, а сколько у нас отдаётся расстояние до порожка. Потому что, если мы будем держать на самом порожке, первый палец у нас станет ещё чисто, второй станет чисто, а третий, четвёртый, это будет фальшивый, или придётся тянуться. Значит, надо сразу определить удобство по четвёртому пальцу. Но это не значит, что мы начинаем с него. Есть теория, считая, что можно начинать с четвёртого, но он самый слабый. И всё-таки, ведь расстояние постепенно сужается от порожка, поэтому нам всё-таки начинать с первого пальца, постепенно двигать в четвёртого. Положение корпуса вина. Ноги должны быть примерно на ширине плеч. Если у ученик тает ноги вместе, это очень сковывает из плечевой пояс. Положение вот скрипки, в зависимости от длины рук, у нас положение либо ближе к центру, либо отводится сюда. Потому что правая рука. Так играть неудобно, так тоже неудобно. Я вот, например, у меня руки короткие, я играю с подушечкой, и обувица посредине шеи, по центру. И здесь, ух, вот удобство правой руки. Здесь я всегда буду, туда мне будет неудобно. Слишком сюда тоже. Ну, это уже я, в смысле, человек, я больше уже не расту, у меня руки уже всё одинаковые, это уже соотношение. А дети у нас ведь растут. Поэтому бывает, что на одной и той же скрипке, вот он растёт, приходится, начинает играть, и рука уходит вперёд. Это значит, надо повернуть скрипку влево. Когда он играет с мостиками, тут идёт с поверачиванием мостик, потому что подушка нам даёт возможность так повернуть, как мне удобно. А мостик регулирует уже довольно точную фиксацию положения. Дальше очень важный момент, на который надо обращать внимание, что когда ученик переходит, предположим, с маленькой скрипки на большую, он по привычке ставит кисть в порожках, как это было на маленькой скрипке. Когда начинается мучение с интонацией, значит, опять заново надо найти по четвёртому пальцу, как будет положение здесь. Иначе это в долгий период будет фальшивая интонация. Постепенно в процессе роста, в случае не конфидического роста, их рука чуть-чуть становится крупнее, и автоматически отодвигается в сторону порожка. Переход на следующую скрипку, опять то же самое. Опять надо найти правильное положение от первого пальца на четвёртый. И так до самой целой скрипки. Вопросы по вот этим вот моментам есть какие-нибудь? Сомнений своих? Пожалуйста. На смычки? Да. Глубоко тут я это понятие немножечко не совсем представляю себе, потому что большой палец, вот держащий стержень, это кольцо по ауэру, это упирается большим палец кончиком подушечки, у нас внутри косточка, торцом, как бы сквозь трость на вот этот крайний сустав второго пальца. Вот это основа. Всё основное, вот большой палец, не так, чтобы трость крутилась, а вот именно таким образом. В зависимости от длины пальца или сустава он больше будет согнут, меньше, но он должен быть полусогнут, чтобы у нас только был вот наклон. Это понятно? У конца вашей палец упрямляется, и сюда он должен сгибаться. На первом же уроке я показываю, как держать смычок, даю руки скрипку, но за корпус, и начинаю водить рукой ученика. Первые полтора месяца он у меня дома не играет, потому что даже если родители музыканты, даже если они скрипачи, не все прошли в должной степени методику в своих учебных заведениях, и не всегда правильное представление, как оно должно быть. нужно сделать таким образом, чтобы ученику не надо было бороться с трудностями. Самое неблагодарное – это переучивать начинающего ученика, когда он дома закрепит ненужные нам движения. и ведение смычка настолько легкий процесс, что нужно сделать таким образом, чтобы ученик не считал, что нужно что-то делать. Если ученик старается, он старается мышцам, он начинает плотнее сжимать трость в руках. И все время в процессе занятий первоначально доказываешь, что такое смычок. Палочка – это прутик от дерева. И надо иметь правильное представление, сколько сил требует, чтобы его держать. даже иногда говорят, что не бойся уронить. Маме к смычке, они редко ломаются, если они падают. Лежит очень легко. И эти лекции ребенка не будешь читать. Нужно обращаться к мышечным ощущениям. Поэтому я даю ученику скрипочку, говорю, сейчас буду играть твоей рукой, твоим смычком. А ты только смотри. Можно попросить кого-нибудь сюда, на сцену, кто придет, чтобы я показала, как я это делаю. Могу вам сказать, что когда я училась в консерватории Ленинградской, и у нас проходили первые уроки по предпрактике и методике, так нас, Любовь Марковна Сегал, которая вела предпрактику, не допускала к ученикам, пока мы друг на друге не попробовали, как это делается. Причем интересно, начинаешь пока, вроде все понятно, а твой сокурсник говорит, а мне это неудобно, ты мне мешаешь. Надо не мешать. Можно спросить в этой стороне? Так. Вот. Хотел бы вам, чтобы всем было видно. Таким образом. Вот. Да, подержите. Вот сюда. Даю свечок, оставляю пальцы. Только что выяснили, какой куда надо. Таким вас как-то для руки. И рвется, я эти пальцы одинаково. Все, не знаю. И ничего не говоря, говорю, я буду играть пальцы с очком. Только, пожалуйста, руку свою держи. А здесь ничего делать не надо. Вот я веду. Так, несколько раз. Ничего не говорю. Убираем резинец. Потом объясняю. Вот, видишь? Ага. Ну, вот и так. Вот так вот, да? Так. Все. Вот. Так, а у меня вопрос встречный. А у конца смычка вы наклоны не делаете? Да, почти нет его. Небольшой только. И говорю, как ты думаешь, что тяжелее, колодка или конец смычка? Ну, все догадываются, что колодка тяжелее, тот винт. И для детей объяснение, почему нужно у колодки с наклоном, совершенно, так сказать, примитивное. Поскольку колодка тяжелее, значит, мы у колодки играем не всем волосом, а у верхней половины всем волосом. Больше ребенка знать на этом этапе не надо. Теперь я дальше делаю. Значит, продолжаю вот так отводить. Когда подходят колодки, я делаю вид, что я держу. И отпускаю. И уже сразу видно, если совершенно свободно идет рука, и я отпускаю, и ничего не случается, значит, уже хорошее приспособление идет. Но самое трудное, это верхняя половина. О, вот, вот, проверять. Если мизинец напряжен, и свой сустав напряжен. Вот. Так, ну, целый смычок, он достаточно тяжелый. А у детей, ведь детские смычки легенькие, и играя верхней половиной, смычок веса не имеет почти. И смычок, так сказать, ерлит по струне. А сказать ученику, прижми, он прежде всего что делает? Он стиснет пальцами трость. Поэтому в начале я стараюсь, чтобы, пусть будет звук не очень плотный, но чтобы здесь не было больше сжимания трости. Все время объясняю, смычок легкий. Такого не бывает, что у детей есть очень сильный, хватательный рефлекс. А дело в том, что я все время держу, и вот ты ничего не делал, я играю твоей рукой, твоим смычком. Верно. Все нормально, ничего. Причем, если в это время, чем меньше ребенок, тем легче. Потому что он смотрит по сторонам, он не очень еще сосредоточен. Ребенок, который очень хочет, с ним труднее. Потому что он начинает все-таки стараться. А мне на нашем начале и старался. Цель вот этих занятий в том, чтобы когда уже все получаете, сказать, а у тебя уже все выходит. То есть ничего делать не надо. Ты уже играешь. И я домой в первый раз дам пьесе только нижней половины смычка. Хотя на уроке мы будем играть целым смычком. И очень важно, чтобы стабильно было у нас все с правой рукой, одна скорость введения смычка. Вот целый смычок. Две четверти. Вот и проверяем. И чуть-чуть тяга нижняя половинка. Так, верхняя половинка. Я иногда уже есть очень легко в смычокной середине, но я говорю, играть чуть погромче. Вы знаете, это указание как-то помогает, что смычок чуть-чуть плотнее. Я говорю, вот я тебе чуть-чуть так бегу плотнее. Ну, очень чуть-чуть. Значит, на этом этапе нам только нужно все время движение кистевого сустава. Именно вот это положение с наклоном, потом поворот, дает возможность, что у нас сустав кистевой двигается, и уже нету напряжения, потому что только статика дает нам напряжение. Поиграли таким образом. Ну, сколько можно, так сказать, играть по пустым струнам? Два урока максимум. Кроме того, если очень долго их вывести только по пустым струнам, а потом прибавлять левую руку, то, извините, потом начинается все сначала. Навыки вырабатываются вместе. Все навыки. Поэтому нам надо подключать левую руку. Значит, я показываю, как я вам сейчас рассказал, как держать. Я говорю, посмотри, откуда у тебя палец растет. Вот он у тебя отсюда растет. Большой палец напротив. Ставим, находим ноту Си. Оставили Си. И так же. Еще домой ничего не дается. Играем ноту Си. У нас здесь получается, что расстояние почти нет. А зачем оно вам нужно? Если пухленькая рука, сюда мы не укладываем скрипку. Вот у нас. Вот это место. Так, вот играет ученик. Я говорю, вот играю. А теперь подними палец. Если ученик поднял палец и проверяешь, и он совершенно свободный, значит, ученика способности к виртуозной технике уже налицо. То есть, что такое способность к виртуозной технике? Это способность к мгновенному расслаблению мышцы. Спасибо. Опять-таки, тут вступает в силу вопрос очень тоже сложный о развитии заинтересованности ученика в занятиях. Ведь если бы нам привели ученика, маленького ребенка, в лучшем случае он не сопротивляется. Он еще не представляет себе, что его впереди ждет. Такая работа. И наша задача, чтобы вот самый трудный период по пустым струнам приспособления прошел более интересно и быстрее. Если мы не даем ученику дома играть, по возможности лучше бы сделать, чтобы он к нам приходил почти каждый день. Не на много, но на 15 минут. Очень полезны коллективные уроки, когда двое или трое одновременно пришли на 45 минут. Вы знаете, перед педагогом, ну, так стараются перед своим товарищем. Усилия, так сказать, увеличиваются, так внимательнее. Хочется, чтобы... Потому что, фактически, те, кто не играет, в это время как бы ассистенты. И разрешаешь им... А как ты считаешь, вот там Петя, что у него неправильно? Тут же Петя будет стараться, что все было правильно. И это нам сокращает период, когда мы не даем играть дома. Играть... Ну, сыграли несколько раз, целого с пачком, несколько раз, нижней, верхней половины. Что дальше? Дальше надо проявить инициативу, потратить довольно много времени и обзавестись солидным нотным материалом. Я всегда показывал, и в прошлый раз так показывал, что вот на каждом вот листочке альбомом песка, картинка со словами. Ну, слова, в их он подбирается, чтобы была половинка и четверть, и чередовались в разном сочетании. И таких вот песенок на пустые струны у меня уже 150. Столько же с первым пальцем, столько же со вторым, потому что наши сборники, которые мы имеем, это Юность и Пай, Хрестоматия Школа Родионова, Слепичный букварь, Школа Григоряна, еще современные Хрестоматии, Якубовская тоже. Все равно мало. Вы понимаете, для того, чтобы ученику было интересно, нужно давать каждый урок в новые пьесы. Мелодии, вот у меня так, у меня бывает, что сочетание длительности и нот одинаковое, картинка другая, слова другие, воспринимается как что-то новое. И это, почему не в тетрадке отдельными листами, потому что, если все картинки увидит сразу ученик, то он, ему потом неинтересно. А так вот по две, по три, каждый раз даешь новые, и я уже на втором уроке ставлю пульт ноты. Сейчас будем с тобой играть по нотам. Конечно. На первом же уроке, когда мы показываем, как держать скрипку и смачок, дается письменное задание написать скрипичные ключи, причем так, сначала скрипичный ключ пишется полностью, чтобы ученик мог его просто обвести, потом надо добавить только где-то хвостик и с каждым новым скрипичным ключом, чтобы ученик рисовал больше своего. Карандашом, если что-то не понравилось, стер, к примеру, в начале написано, то скрипичные ключи пусть рисуются. И четыре струны, миллиарные струны. Обязательно заводится тетрадь нотная, где я пишу четыре нотные строчки на первой странице, четыре струны, миллиарные струны, эти четыре, в начале каждой строчки пустая струна, она ведь написана, и ученик по строчке пишет все четыре струны. Не надо, как ли они сразу не учат дорами фасоли оси, выучивают, какую ноту мы будем играть, такую ноту мы будем писать, такую ноту будем учить. Не только писать, и на слуху. Ну, отличить миллиарные соль, конечно, не так уж трудно, хотя иногда и будет. Так, значит, я ставлю нотки, и уже надо объяснить длительности, не просто как раз-два, что такое четверть, и половинки, это основные у нас в начале длительности. Показываю, вот смотри, картинка, значит, вот ноты, ноты, чтобы были крупными, чтобы, как говорится, через дорогу было видно. Ведь книжки детские печатаются крупным текстом, и ноты тоже должны быть так же, потому что дети не привыкли к мелкому шрифту. Так же я вожу рукой ученика, и одну песенку поиграли, вторую, третью, уже какой-то интерес есть. На третьем уроке уже ставим палец, куда мы ставим первую очередь пальцем? На струне ля, на ноту си, это первая наша нота, которая проходит. Значит, играем ноту ля, играем си. Я говорю, ты голос мамы, папа знаешь. Ты со мной познакомился, теперь мой голос знаешь. Если я тебя из другой комнаты позову, ты меня узнаешь? Ну, знаешь. Я говорю, давай запоминать голоса нот, в которые ты играешь. Вот ля и си. Слух поддаётся развитию очень сильно. Даже если нет природы абсолютного слуха, всё равно слух очень сильно развивается. Я говорю, вот я сыграю ля, си, послушаю, повернись спиной, угадай, какую я ноту играю, си или ля. Летко дети ошибаются. И кроме того, нужна тренировка. Уже с первого урока вот эта тренировка слуховых меров. И на ре струне мы ставим ми. Когда мы ставим эти палец уже на гриф, я рисую вот такую схемочку. у нас в школах есть такие строчки, когда написано там где тонн, где полтона, всё маленькими кружочками. Это не очень наглядно представляет, ученику даёт представление, как располагаются пальцы на грифе. у меня кружочки тесно один к другому. И я если пишу си, я говорю, вот один кружочек остался, это для другой ноты, и расстояние полтона, это у нас, когда пальцы рядом, кружочки рядом, а тон перешагивает через кружочек. по мере того, как мы добавляем ноты, значит, уже ученик пишет си, он у меня на уроке только это си играет, песенки с нотой си, но уже он пишет си и ми и старается запомнить, как они звучат. Потом, когда мы добавляем второй палец сразу и полтона, и тон, потому что обычно труднее полтона, тут уже пишется фа, фа диез, до, до диез, что нужно? Это фактически карта. Расположение пальцев особенно важно на соседних струнах. Я иногда говорю, вот ты играешь ми на реструне первым пальцем, а на ля до диез, ми до диез, на одной струне это был бы тон, то есть тоновое соотношение пальцев. Чтобы не искать где что, а уже знать, куда пальцы ставят. Постепенно заполняются все четыре страны первой позиции. Я вот мы это играем. Причем там, где кружочек нужно поставить диез, я диез пишу ближе третьему пальцу, если фа диез, оставляю место для соль бемоля, потому что потом начинается объяснение, что это разные ноты, что фа диез ближе к соль, в зависимости, конечно, от того, какая тональность, вопрос, где, как, можно повышать или понижать ноты, это уже более позднее, но объясняешь, вот фа диез будет ниже к соль, а соль бемоль пишет фа. И это же нота, значит, у меня четыре строчки, если оси, значит, на струне ля пишу си, на струне я пишу ми первым пальцем, ученик дома их пишет разными длительностями. Если мы дошли до второго пальца, то сразу даются понятия диеза, бемоли мы позднее. Почему? Потому что бемоль это уже расширенная аппликатора. И фаби кару порожка это надо давать позднее. Вот квартовый охват семи дагниля это для начала, для устойчивых ощущения в первой позиции лучше не нарушать. Поэтому лучше в бемоли не трогать тональцы, где фаби диез на месте странили. полутон и тон причем так и сборниках очень мало есть именно с полутоном между первым вторым пальцем правильно понимать естественно палец в воздухе висит его трудно а я везде так что для того что поставить полутон второй палец как с горки по первому пальцу и у меня есть специальная пьеска ведь фактически первоначальный пьес это упражнение только им придается более твой нарядный вид чтобы было интереснее ребенку там пятачок я на слипочки играю никого не обижаю можно собирать 1 может попросил . еще раз а если просто упражнение будет восприниматься с нежеланием меня был такой случай медика когда это сейчас у меня уже большой объем материала этого дата когда только начинал этим заниматься то не всегда успевалось приготовить новые упражнения новую песку и как-то мама ученика говорит ну знаете мы поиграем так по по сборнику приходится не захотел вот без картинки и хочет играть так что в наших интересах что он захотел играть даем полтона на струне ля и на струне ре тоже придется сочинять сначала вся пьеска или с полутоном или с тоном а потом хорошо в одной и той же пьеске чтобы были и полтона и тот есть вот у стигал это у меня кто уже бывал на лекции знает скрипка юный скрипач нынче я работать буду я урок свой не забуду я урок свой получил и пятерку получу значит первая половина грустная раз не забуду значит прошу вас забывал и полтона и тона вот пожалуйста нас есть приходится у меня специально узнаете те пьески которые как является как бы однодневки там особенно изобретать не надо но все-таки надо побольше чтобы их было потому что когда я даю с первым пальцем песню у меня еще продолжается по пустым струнам дома ничего не играть потом второй палец тоже дома не даю играть только все на уроке примерно когда уже доходим до третьего пальца тут уже начинает подключаться вот это вот произведение то мистер на соль немножечко позднее так и тоже чтобы третий палец был и после тона и после полу тона одновременно мы себе облегчаем потом работу не только себе и ученику конечно так при когда я уже даю с третьим пальцем то наконец домой те пьески которые мы когда-то играли даются поиграть первоначально отметки конечно только пятерки только красным фломастером крупно ну в крайности 5 с небольшим минусом но других отметок не должно быть потому что они как правило вот у меня есть сейчас тоже трое начинающих так они считают сколько у них пятерок для них это уже результат когда мы дошли до четвертого пальца вот тут зависимости от того какое строение мизинца если четвертый палец свободно опускается думаю слава богу проблемы нету но встречается у детей когда проваливается вот этот сустав могу сказать что это говорит о том что суставы около мышцы около этого сустава слабенькие ведь наши дети ничего не делает руками они физически слабенькие я с первых же уроков родители внушают то надо заниматься гимнастикой но конечно не вредящие скрипичным делам то если развивается только мышцы скрипичные рядом мышцы слабенькие они ослабляются скрипичным нужно это на турнике повисеть нужно и кистевыми спадами спандеры поджимать конечно по возможности потому что если они очень другие там лишние пружинки вынуть или колесико резиновое сжимать чтобы давать нагрузка на нужные нам мышцы и что что очень важно значит я уже сказал что если палец свободно ученик поднял и он свободный с ним уже легко работать а если он поднимает у него в воздухе палец железный вы знаете и здесь с начинающим или сам за с маленькими надо не рассказывать а показывать и давать возможность осизать мышцы педагога то есть подойти вот потрогай мой палец свободный свободный а сейчас напряженный палец должен отдыхать и как можно быстрее наши мышцы очень активно включаются работу и более вяло над этим надо работать и первый второй третий палец еще ладно но самый сложный у нас четвертый палец тут еще вот какой момент как расположить кисть по отношению к грифу старая немецкая школа говорит о том что пальца надо держать на той струны на которой играешь простите во первых не всегда наших произведениях все время пальцы на одной струне играть кроме того если даже взять просто в воздухе положение руки такое сделать почувствуйте напряжение кистевого сустава следующая проблема нам надо уравновесить силу пальцев при падении на струну самый слабый маленький палец он его силу равновешивается за счет падения размаха он располагает кисть располагается по радиусу по отношению к грифу и эти пальцы 1 2 они близко положено и тут я могу сказать что настаиваю на одну очень серьезного как можно меньше используют начальном ритуале 4 палец там где есть вопрос играть крестую струну надо играть потому что 4 палец не имеет права встать еще раз на струну если он не успел полностью отдохнуть расслабиться если у нас он все время напряженный значит время напряжен кистьевой сустав дальше можно не работать результатов будет мало мы в гамме играем выставим чего-то палец для чего для того чтобы подготовить кисть следующий ниже расположенной струне если мы возьмем сборник гамм гильдис завета гильдис это самые уже сложные гаммы там 4 октавные то там аппликатура там два варианта варианта верхний вариант аппликатура вниз тоже пустые струны если мы будем играть какой-нибудь концерт уже взрослый да не только взрослый то в быстром темпе нам четвертый палец совсем не нужно помешает особенно если после четвертого пальца пойдем третьем надо сыграть полутон это лучше работать над падением черного пальца до упражнения они устраивают ученикам неприятные моменты с ним в тех приведениях где надо думать о музыке поэтому и во всех этюдах во всех концертах я все четвертые пальцы нисходящего хода убираю если нет только необходимости на дольство не играет тут пожалуйста возьмем даже ну вот школа радионова там есть упражнение типа шарадика восьмушками потом сами упражнения шарадика уж это уже в первых же упражнениях используя четвертый палец если мы даем по 2 по 4 легатов потом мы переходим играть по 8 по 16 по 16 уже черта пальцем на этом этапе нельзя ученику играть у нас так не он будет играть прямым напряженным пальцем он не навык мгновенного расслабления он тоже воспитывается его постепенно надо вырабатывать поэтому вот если в этом упражнении черный палец значит можно играть только по 4 я весны вот держи меня за палец вот мягкий палец отдохнув ведь игровое положение мизинца это вот возле он свободно висит кругленький и такой конечно и к своему месту идет по траектории старательные ученики что делают они заранее его приготавливают во первых он напряженного прямое и игровое положение а во вторых я сразу объясняю так вот пока ты медленно играешь ты можешь его приготовить там за полчаса а вы сам темпе у тебя на это время не будет значит приучать ученика то чтобы ты мизинец вставь последний момент чтобы он тебя как заяц за куста выскочил стал если ты мимо промахнулся ничего страшного дело это несколько раз и буду знать куда потому что уже в медленном темпе мы должны готовить быстро это даже как когда у нас уже играют первоначальный скорость падения пальца ведь мы должны не давить пальцы на струну а сила это скорость его падения и пальцы должны идти четко тем самым у нас мы уже готовим быстрый темп если идем в развалочку потом второй потом третий четвертый в быстром темпе это результат не будет я говорю так заранее надо только приходить на остановку трамвая автобуса а здесь заранее ничего тянуть не надо в самый последний момент в зависимости от того как идет четвертый палец мы можем и давать дальнейший материал в гаммах конечно в обратном вот у нас идет четвертый палец или если ритмическая аппликатура когда удобно переходим на другую струну оставить четвертый палец но как можно и меньше я беру этюды кайзера этюды мазаса что я делаю прежде чем давать ученику и тут я беру ручку и все четвертые пальцы переделаю на 0 в концертах то же самое не надо устроить смотришь иногда бедный играет околай ни одной пустой струны все четвертым пальцем рука напряглась уже до предела а объясняю что когда ты играешь по пустой струне это то мгновение когда рука отдыхает как проверить отдыхает рука на пустой струне или не отдыхает я буду играть по пустой струне а ты бери заголовку скрипки поднимай и опускай я играю опускаю потом я прижала палец теперь у меня опять пустая струна то есть не надо стискивать пальцами шейку и разумеется то же самое я проделываю с учеником говорю давай теперь ты веди по пустой струне а я у тебя буду проверять вы знаете мышцы если к ним так внимательно относиться они же все таки любят когда посвободнее полегче и все время лейтмотив что очень легко носки придирать легко что все движения очень легкие смычок ты должен держать не должен взял пальцы боишься пошевелиться я говорю держи смычок как ложку за обедом ты там не думаешь как ты ее держишь вот хотя дети конечно держат вот когда мы дошли до четвертого пальца тут детский продолжается но можно подключать уже гамму уже упражнения до этого упражнения практически все первоначальные детства как упражнения только что с картинками да с текстом понимаете вот и этюды избранные этюды выпуск 1 все вы его знаете а тут включается вот это то что касается самого начала какие у вас вопросы пожалуйста я смотрю затем если у него это само получается и не трогать но если пальцы очень низко ползут то есть это надо размокнуться но размокнуться согнутым молоточком иногда даже постучи пальчиками что значит постучи то есть стукнуть но не давить потом скорость падения чтобы особенно когда ну это в дальнейшем когда переходы позиции идет туда наверх что они перестают поднимать и в быстром темпе вообще там все ползет если нужно добиться какого-то определенного результата то надо ставить в такие условия ученика чтобы неправильно он не мог это сделать вот дворничек сейчас тут вот тоже у вас сейчас подается синенькие с обложкой где есть шевчика вариации маленькие люди это это там несколько это 40 из 40 да и 40 смочковых вариаций выбраны именно те которые играются нижней третья смачка когда если неправильно держит смачок их не сыграешь вот это первое вот такой рукой это не сыграть и у меня обязательно определенном этапе вот этой девочки чуть рановато на скорость сыграть надо будет все вот эти вот маленькие номера по 24 так очень легкие для левой руки определенная задача ставится только одно для правой так легче для левой и вот здесь вырабатывается кто сможет сыграть правильно вот эти упражнения значит правой рукой с мизинцем полный порядок это очень необходимое поэтому я сочетала необходимо включить в этот сборочек именно шевчиковский что а вы знаете что остальные они на двойной штрих они я выбрал только те которые именно к этому и все они все не нужны мы же играем перегонки у нас материал более интересные для выработки этих наук а для вот этого движения взяты именно в те номера которые других там нету основное просто не целесообразно это достаточно этих вариаций ну кто-то достанет ноты старые там вопрос сложный вопрос с правой рукой смычок сложный передаточный механизм мы держим смычок мы нажимаем слегка на трость трость передает нажим на волос и волос расцепляется со струн вот я такой пример всегда возьмите рукавицу рукавицы вы возьмите щипцы щипцами зажмите ниточку и попробуйте вставить в иголочку очень сложно рукам то легче и в данном случае значит ученик не чувствует веса смачка и не чувствует сопротивление струны и нажиму волоса тут поиграйте ну буквально можно поиграть вообще вот вот я вообще ничего не делаю то есть ученик не понимает что нажимать на смачок не нужно вот с девочкой которую тоже приходится вместе веса смачка хватает и но сложность еще в чем что у нас приведение смачка колодки концу все время меняется степень силы приложения точку у колодки удерживаем вес вот удерживаем с каждым сантиметром мизинцы все легче легче вот вот нам уже ничего держать не надо поворачиваем если нужно прижимая смачок или наоборот ослабляем может быть а сколько лет ученику не тут понимаете зависимость от того что играет очень полезно вообще поиграть длинные смачки в разных вариантах вот одно дело мы играем одной силой или делать крещендок концу тиминенда делать вилочку в середине очень тесно связана скорость движения смачка с силой нажима и вот эта проборция и она и нарушается потому что можно плотно держать и не чувствуешь вот мизинец навешивает вес смачка или вот вот все пальцами ничего не нужно делать или если нужно форта мы прижимаем объясняю что если нужно форты и прижимаешь значит должен вести быстрее смачок это уже другая проблема проблема распределения смачка потому что музыкальная фраза просто так не пойдет нужно чтобы уже был такой контакт со смачком что когда хочешь делать крещена тебе его хватило и на вот этих вот ну это связано еще и с вибрацией потому что мы постепенно делаем делаем крещеном увеличим размах ученики в начале играют что пьяно что форта а тут мяукают одинаково так что совсем надо возиться надо я особенно начинающим иногда говорю родителям давайте детям представление о весе вещей подержать что-то тяжелое держи что-то легенькое возьми бумажку ведь всем мы же что бы мы ни делали у нас есть предощущение если я беру за лист бумаги у меня уже мышцы автоматически почти ничего держать не будет так как в темноте вы берете думаете что ведро наполнено водой и рука взлетает и наоборот думаете чемодан легкий пробуйте поднять не получается мышцы набегаешь уже поднять можно так это вырабатывается в обыденной жизни у нас а на скрипке надо очень много раз повторять одно и то же чтобы тоже выработалось правильное ощущение сколько силы надо для того или иного движения не всегда мы будем играть и а если надо сыграть аккорд я в таких случаях говорю только подержи меня за бицепс за крупную мышцу прежде чем сыграть аккорд просто так мазня будет или вибрация я вибрирую свободно а если надо интенсивно только подержи меня левую руку за бицепс уже включается крупная мышца поэтому вибрация на форте очень утомительно если это долго это все лучше дать пощупать свои мышцы во время перехода в позиции тоже ну-ка держи меня за мизинец я перехожу первым вторым пальцем что делает мизинец он ничего не должен делать он в это время отдыхает а ты вот его вот тащишь гвоздем то есть вся работа наша с начинающими это избавление от лишних мышечных усилий а они обязательно есть любая новая работа вызывает включение лишних мышц если мы начинаем женщина учиться вязать любой человек включаются мышцы петли тянутся все напряжено а потом это идет легко свободно сколько в одном тоже платке этих петель а если бы столько наши ученики повторяли каждый этап и каждое движение так тоже было очень хорошо и свободно то есть повторение каждый раз идет за собой уменьшение лишних сил вы знаете что я даже не знаю как вам ответить на этот вопрос детей я не выбираю но как так удачно получается они потом с обзором с луком оказывается вот просто обстановка понимаете вот это очень сложный момент методики изначально я с вашим позволения сейчас сяду педагог должен быть артистом когда к нам приходит ученик в класс он должен видеть что все внимание ему мы ему улыбаемся мы с ним разговариваем интересуемся его там как он одет если он что-то начинает рассказывать мы слышим о чем он нам рассказывает то есть очень должна быть доброжелательная установка не отключаться никуда ни на какие разговоры и когда объясняешь как надо держать смычок или там как поставить палец это говорится понимаете таким тоном как будто сказку рассказываешь знаешь вот а диез диез повышает настолько рассмотрел как он рисуется то есть тут именно такой повышенный тонус в работе с начинающим и когда вот я начинаю его предположим водить его рукой ученик главное чтобы он сам ничего не делал стоит себе на здоровье спокойно а чего может быть зажат ученик или он боится боится что его будут ругать или что-то у него сразу не получится или пришел с невыученным задание ведь все время уйдет настроение что на урок ребенок идет как на праздник он будет интересно новые картинки посмотреть его все время хвалят я может скажу у меня когда ученик получает пятерку он получает всегда пятерку обязательно там из какой-нибудь шкатулочки или собачки конфетка собачка прибежала принесла конфетку это не так в наше время их трудно не разоримся и кто бы скованного был мне не приходилось даже работать с таким учеником может не хотеть ученик с таким надо попробовать так сказать посмотреть ведь с каким учеником можно начинать заниматься тут не в возрасте имеет значение степень развития произвольного внимания то есть я всегда спрашиваю умеет ученик читать то есть ребенок 4 года или там 5 хотя бы буквы почему потому что если любой процесс чтения заставляет сосредотачиваться на каком-то одном деле а как правило почему видите в начале читать не очень охотно хотя скучно хочется узнать содержание сказки что дальше а пока разберешься по слогам значит это не интересно значит тут советую родителям вот так одно слово пусть вам ваш ребенок прочтет с условия что вы дальше вот прочете остальное и так постепенно а если он не может сосредоточиться и прочесть слово то я буду говорить впустую все что он будет тоже не сможет сосредоточиться были у меня немного но в моей практике были дети от которых я отказывалась это особенно дети избалованные которым родители десять раз одно и то же говорят а ребенок не то что он не хочет делать он просто не слушает и говоришь объясняешь ребенку сделай то-то и да по глазам что он у него нет привычки слушать что ему взрослый человек говорит выясняется с родителем что да дома тоже десять раз одно скажешь пока на одиннадцатый раз сделает если нет резкого изменения в воспитании то обучение невозможно мимо ушей проходит все пусть будет самый отличный слуг так что конечно есть еще интуитивное чувство у детей они как правило все-таки тянутся к тому инструменту инстинктивно на котором могут лучше себя показать это у меня было практике тоже что те дети которых учили насильно на фортепиано а потом они все-таки переходили на скрипку на скрипке проявлялись и ярче их музыкальные способности и даже двигательные ничего не поможет не поможет тоже мне недавно привели мальчика слух есть избалован сосредоточиться совершенно не может то есть он даже пришел вот ему надо себя показать он где-то там чуть-чуть немножечко мама его там учила а ему это не надо ему надо только бегать гулять не знаю там что то есть это очень сложно только картинками можно заинтересовать вначале ребенка а потом концертами как можно чаще выпускать на концертах даже если играть двумя пальцами там петушка уже можно выйти на сцену я за свою практику убедилась что это уж если на сцене ребенок не старается с ним надо расставаться мне пришлось два года назад девочка которая уже играли концерт потому что если ты уже перед моим носом стоишь и тебе все равно а как правило все дети уж на сцене собираются и вот этот момент активизации всех внутренних своих волевых усилий потом очень помогает на уроке уже следующий урок после концерта ребенок лучше собирается и с каждым новым концертом тем все легче и легче потому что он уже собрался на уроке так не будет стараться больше стараться будет для родителей устраивать каждую четверть концерта а то и чаще в детском садике сыграть если он еще подлетовишка чем где угодно и слискать любой момент где можно только сыграть ну конечно подготовленные произведения это особый дорогу подготовка поступления чтобы когда я начала только заниматься преподаванием главная проблема у меня была чтобы ученик на сцене сыграл так же как в классе или лучше а не потерялся не развалился чтоб не было никаких неприятностей поступлений так так приходилось мне где-то четыре с половиной года вы знаете я могу сказать что раннее обучение оно имеет два момента если ученик со средними данными у него по моменту поступления первый класс уже накоплен репертуар и он по репертуару идет впереди своих сократников а если при этом еще ученик одаренный вот у меня Венгеров начинал мне было четыре года восемь месяцев ну результат уже второй класс в конце Вендельсона и все вы знаете что как это дальше продолжалось а все таки лучше чем но если ребенок не очень развит если он не очень умеет читать или он еще общее развитие слабое не надо его рано лучше всего где-то пять с половиной все таки потому что он потом за за более короткое время пройдет тот же ту же дорогу что и начиная в четыре года только это будет труднее если пошло дело хорошо можно заниматься ну как в Японии учат с трех лет у меня вот есть например сейчас что робот учится изумительный мальчик из Кореи приехал ему десять лет виртуоз уже он у себя начинал с трех лет ну там сами знаете как заграническое обучение оно весьма однобокое правая рука была совершенно зажатая вишню а левая очень хорошо бегала но там они это при общеобразовательной школе музыкальные такие отделы конечно серьезное образование было не с трех лет немножко позднее но результаты все-таки есть вот он у меня на первом полугодии сыграл с оркестром старосат интродукции тарантелло весь концерт венеалского сейчас весь концерт интеллиционно 9 лет исполнилось в декабре ну плюс очень большая одаренность еще при этом так что я заранее обучение где-то с пяти лет ну крайне с шести семьи уже у ребенка если он способный у него будет отнято время если он способный он начинать с пяти а если он не способный пусть он может и восемь начинать а попробовать надо это сундуки что ой вы знаете что давайте не будем говорить о сундуке знаете как учит там там оптом учит любое я столкнулась с тем что детям наклеивают вы знаете серпантин вот эти кругляшки куда ставить пальцы как лады на гитаре я знакома со школы с узуки очень интересный материал и все таки скрипы требует индивидуального обучения очень серьезного могу сказать что методикой доказано что первые 3-4 года обучения определяет уровень взрослого профессионала каким он будет это самый ответственный момент кроме того самый результативный возраст до 12 лет чем раньше мы начали тем быстрее и лучше все будет сделать если ребенок до 15 лет не поиграл каприз в погонение а будет ими заниматься где-то 18 лет это будет нестабильно без горрисного исполнения не будет стабильности не будет техника развивается именно в первые годы поэтому я вот сейчас просто коснусь слегка что иногда педагогики увлекаются тем что у ребенка там хорошо идет кантилен ему одну песку кантилена другую третью а техника как-то всякие пчелки прялки это потом и результате тормозится техническое развитие нужно в первую очередь двигательные моменты развивать конечно я не отрицаю художного потому что этого тоже надо учить и как работа с доскальным произведением мы тоже об этом поговорим но с чем-то как говорится надо родиться надо научить культурно исполнять произведение где ретанутом где у тебя замедление где у тебя причина где у тебя кульминация конец фразы начало фразы распределение кульминации все но что-то идет и отсюда ну на мое счастье у меня сухарей нет у меня все ребята музыкальные так уж выясняется все мои ученики за исключением одного играют с мастиками у них длинные руки они имеют возможность обвести корпус скрипки я всю жизнь играю с подушечками у меня короткие руки если я на солнце труда не буду играть у меня здесь в мосту не поместится когда я беру учениковский показать все равно надо то я на двое раз просто снимаю мусс я уже скоро выверну себе и шею и плечо так что это вопрос индивидуальный отношения у вас там но почему дети вот так склоняют голову я с этим тоже боюсь понимаете в чем дело у нас гриф то в наклон и когда они играют на мини хотят смотреть чтобы голова была перпендикулярна грифу вот они и так смотрят особенно на министру приходится голову да поправлять никуда не денешься очень сильно ответственно конечно не надо держать но все равно действительно мы на министру не ведь не очень там видим вот так вот виднее если голову наклонить так что это определенный этап который надо пройти то есть вес должен быть на двух ногах и он во время игры мы доказано профессорах московской консерватории они там всякими аппаратами все исследовали то во время игры все время как бы переступает человек с одной ноги на другую чтобы не было статичности иначе зачем же я буду вы знаете ничего не может быть так долговременно что делаешь временно то есть вот я объясняю сюда не заглядывай сыграет закрой глаза я этим тоже пользу вот поставил куда надо тебе нужно смотреть не нужно ну а ты будешь смотреть тебе а потом при опросах знаешь будешь по улице входить а шея будет голова висеть красиво некрасиво и несколько раз и вот так голову ну тут все способы хороши но держать голову правильно надо а зачем менять положение ног все время борешься с всякими беспризорными навыками начинают там ходить если или там перетаптывать одна девочка с ней бороться приходится так что ноги пусть на ширине плеч стоят ты должен стоять как моряк на палубе чуть-чуть живот вперед когда ведь все звучит стоял вот чтобы позвоночный стоп был уверен потому что когда играет так это уже знаете столько напряжения нам без того достаточно трудностей я хочу сказать что в отношении средних конечно вот у меня в классе сейчас 13 человек они разумеется одаренности совершенно разные и есть и среди они умеют право на существование а кроме того если иметь всех сверх таланты это время на них не хватит потому что более сходность более таланты то успевает дома осваивать больше объем репертуара с тем приходится больше времени и тратить потому что за за час нефть успеваешь пройти я все время то одного то другого а некоторых у меня систематически третий раз приходит потому что надо успеть проверить весь материал и а вот в отношении репертуара я я здесь почти половина моих коллег которые были на реке и я читала тот репертуарный список по которому у меня играет я с удовольствием его повторю тоже каждое новое произведение оно труднее предыдущего и есть такой конечно у нас как мы сестримы сначала белью потом капитана принявскому но нельзя совсем уж так скакать другое дело что у меня есть вас необходимость есть необходимость задержаться на одном уровне то какие-то концерты пьесы которые помогают немножечко так привести в порядок аппарат но чтобы совсем понимаете брать после берио мендельсона видите это лидинга потом обязательно будет зейс потом обязательно обязательно будут эти зейсаки 1 и 3 и вариации донкля и вивальди вы знаете если на крупную форму способному ученику достаточно от 3 до 4 недель но если подготовлен этюдами и гаммами не надо так после лидинга брать понимаете сразу акалаи а после акалаи скакать на вариации верю и прежде чем давать ребенка в руки смычок и скрипку надо посмотреть в каком состоянии и то и другое так что касается смычков все детские смычки с толстыми тростями знаете эти желтенькие толще даже чем смычок взрослого играющего а суставчики это маленькие значит что можно сделать надо взять наждачную бумагу источить толщину трости совершенно смело и без всякого вес во-первых уменьшится во-вторых что еще имеют эти смычки у них колодочки не так как нормального смычка они пластмассовые здесь очень остро как бы обрублены и больно как прикасаться сбоку к выступу вот этого колодочки обязательно надо взять надфиль и закруглить это очень просто делается я делаю сама отвернули слегка сточили напильничком кроме того все эти детские смычки граненые ну почему граненые потому что колодочка ходит по граням но под большим пальцем граней быть не должно потому что как правило именно там где надо держать выступ грани и ученик либо глубже просовывать тем же самым надфильком закруглить то трость которая под пальцем и когда для того чтобы сделать на месте вот эту кожу я пользуюсь очень хорошо импортными лейкопластырями они очень хорошо буквально так как специально для нас сделано так один раз или даже два можно зависим страну какой вас попался сделать чтобы вашему пальцу было удобно вот это нужно а что касается скрипки высота струн это всегда проблема высота струн не проверяет где приходится часто ездить я вижу что насколько к этому внимание очень мало теряется у конца грифа вот нужно иметь линеечку лучше металлическую и у конца грифа вот так вертикально ми струна самая большая высота это три миллиметра а если струна это мастик то и два с половиной миллиметра соль струна движутся крайние струны соль струна тоже у конца грифа так вот проверить вертикально это чуть меньше пяти миллиметров по четырех до четырех с половиной вот так высота включает площадку струны а дальше уже ребро делается рейля чтобы было удобно слишком горбатая подставка вот высоко алиэре под пальцами а если слишком зарезанная подставка на одном уровне смычок будет задевать соседние струны так что тут это важно часто встречается что неравнобенно расположены в расстоянии между струнами почему-то в последнее время мастера решили что между струнами надо делать так меньше всего миля больше ляре еще больше ре столько будто там пальцы толще делаются на это мое время делали все одинаково играть иначе неудобно квинты играть да разумеется расстояние и на порожке должно быть одинаково бывает высокий порожек и высоко в первую позицию пальцы ставить так что все это нужно проверять и еще один момент это знать как точно поставить подставку потому что то условия наши когда от порожка к подставке постепенно сужаются расстояние между полутонами и тонами будет нарушена если подставка не на месте если подставка вот здесь это не значит это будет трехчетвертная скрипка или сюда это будет как на анти нарушается полностью вот эта закономерность постепенного изменения расстояния если подставка средне правильно может оказаться в первой позиции уже расстояние чем третье и начинает вот невозможно играть невозможно играть как это проверяется совершенно точные параметры существуют когда чистые струны обязательно должно быть чистые струны настроенная скрипка берется децима пустая струна ля и до диез и смотрится край деки должен проходить как раз посередине этой точки до диеза вот вот должно быть вот до диез вот край деки проходит тогда все на месте если у вас третий палец будет ниже значит надо двигать подставку до того уровня пока не встанет на место эта точка или если дальше в эту сторону двигается построение скрипок сделано таким образом что в идеале вот в эфах средняя зарубка которая внутренняя должна приходиться на середину от толщины подставки но увы это далеко не всегда бывает и на старостных и на новых надо эту точку обязательно находить и потом и уже придерживаться тогда очень не будет чисто играть то есть сделать все условия которые необходимы теперь в отношении все я могу все таки я могу ладно оправдывайте завтра хочу сейчас взяться самый сложный вопрос в нашем деле это переходы в позиции потому что вся скрипичная литература связана именно с движением руки по грифу с чего мы начинаем причем чем раньше тем лучше первое самое движение упражнение это когда играем целом с пучком а рука с первой в третью позицию так раз два три четыре конечно сначала педагог это показывает потом это учение делает уже исключается вот эта хватательная рефлекс а тут вы видели вот это самое у меня предварительное упражнение для перехода в позицию вот они значит первый тоже это после пустой струны во время пустой струны рука совершенно свободно теперь надо сыграть я перед этим говорю знаешь давай с тобой сделаем сирену то есть показывает что можно двигать руку и указатель палец у нас тоже слегка касается струны значит этого места если мы одним пальцем ноту взяли уже как бы место уже ориентации есть определенные на него легче уже перейти обратно здесь еще ничего не говорится вот только надо попасть но следующее упражнение уже ведет нас гаммеры мажор и тут уже нужно поговорить о четырех типах переходов а потом мы вернемся непосредственно к этой гамме какие у нас имеются четыре типа почему я хочу от них остановиться потому что появились последнее время какие-то новые работы где совершенно другая нумерация этих переходов всем не та которая указана у янкеревича и монстраса а что-то новое мы будем рассматривать только те переходы которые связаны со скольжением пальца по струне не через пустую сумму не через лажолетние расширенно на аппликатура а именно первый тип мы знаем я знаю что я буду очень подробно это самый сложный вопрос вот вот я сейчас первый тип перехода одним пальцем и вверх и вниз вот играю он самый сложный потому что когда мы переходим с одного пальца на другой мы можем ослабить один второй поставить а здесь мы идем этим же пальцем если мы внимательно посмотрим в аппликатуру те произведения которые играют наши ученики мы видим что если где-то аварийный переход не получается не ритмично или проскакивает что-то именно тогда когда переход идет одним пальцем и современные аппликатуры построены как раз на том что не пилеющим польского концерты миграцион венявский и там везде переходы в старинном любили за первым это первый тип перехода переделаны на другие типы то есть как можно меньше переходов одним пальцем что действительно неудобно надо влегать особенно мгновенно ослабить и потом когда проехали опять прижать ослабить трудно кроме того надо сохранить качественное звучание а в детских нотах я вот сюда почему-то очень много вот этих переходов одним пальцем все можно совершенно свободно самим переделывать так что было удобно и тоже а вот ты выучил нет надо облегчать особенно в начале все наши сложности вот в легата а вопрос на разные смочки если у нас никуда не денешь есть скользящая глиссанда значит когда мы играем вверх по грифу тот переход идет вместе с движением последующего смачка я обычно говорю к детям старый новый смычок в кавычках конечно вот если мы играем так будет слышно вниз по грифу всегда в конце предыдущего смачка все переходы а в быстром темпе получается фактически во время смены смачка но с тенденцией именно либо в конце предыдущего либо в начале следующего смачка вот почему удобнее вначале изучать переходы в легата потому что проблема смены смачка она более сложна перехода второй тип перехода с ниже расположенного пальца на выше расположенное вверх по грифу и обратно вот переход здесь если мы возьмем на разные смачки то и вверх и вниз будет переход в конце предыдущего смачка можно вывести такую вот такое правило если предыдущим пальцем осуществляется переход то значит на предыдущем смачке если переход осуществляется последующим пальцем то на последующем смачке вот мы играем си переходим к первым пальцам и снова смачок берет и вниз и третий тип перехода он употребляется только художественной литературе причем преимущественно романтического характера и только вверх это тоже с ниже расположенного пальца на выше расположенный но глиссанда делается последующим пальцем как правило заканчивается ноты с вибрацией в классике мы стараемся поменьше употреблять потому что это связано с определенным стилем на разные а как смотреть на разные смачки если мы переходим не в этом случае мы переходим по следующим пальцам и 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 вот это очень красивые метров но теперь самый необходимый для нас тип перехода 4 гамма элементарная гамма когда мы переходим после до диеза надо перейти на рэх то есть выше расположенного пальца на ниже расположенный вверх по грифу звучит так лавка обратно в студии я за у интеллиевича что совершенно четко определенных леса выходящие за рамки соединяемых звуков эстетически не оправдан а по-простому можно сказать так что никакие вспомогательные ноты здесь не годятся ни нижние не верхние то есть вот верхние это мы сначала там не должно доехать а время уже надо только рэ это не годится нижняя тоже не даже хотя какой дети написано что временно можно использовать это для самых тупых и бездарных могут учеников но еще раз хочу повторить ничего не бывает так долго как то что вы сначала делаем временно сбавляться от этого очень надо сразу получить правильность значит я как объясняю что прибегая к таким сравнением второй палец должен подняться вверх как вертолет а первый палец вытесняет 3 по так вежлива немножечко него части за толкаясь и всего полтона если значит глистана может быть только в рамках вот этого интервал нельзя вторым пальцем двигаться ни в коем случае все отыграл второй ослабляется нажим второго пальца и первый палец переходит вот тут самое время поговорить о том кстати вниз то же самое как второго типа перехода в конце предыдущего смачка то есть все что вниз по грифу все одинаково в конце предыдущего смачка вот я хочу поговорить о роли большого пальца об этом тоже многое говорится кстати то же самое и в книге телевича тоже приводится но он там приводит различные точки зрения но в то же время так это более серьезно рекомендуют отнестись именно правильные роли большого пальца что у нас происходит я кстати для сравнения хочу сказать весьмени смачка мы игра то есть наличие мёртвые точки вот у нас нам надо повернуть смачок в другую сторону в это время кисть уже двигается и мы ликвидируем тем самым в момент и на поворот у нас есть тоже мертвая точка до движения как сделать чтобы переход был гладким в конце вот и перед переходом движение должно начинать большой палец вот но не так как иногда примитивные ученики хотят сделать зашвырнуть большой палец а то переходить нет именно начиная движение большой палец к нему присоединяется переходящей и в третьей позиции большой палец занимает место не напротив первого пальца а даже где-то на полтона впереди и потом ему удобно до позиции чаще ученики что делают они посылает палец переходящий а большой где-то там и сзади придется быстром темпе и это движение почти незаметно компани старался ученики сделать переход быстрым и легким если большим пальцем не начнет движение все равно будет скачок если переходящий палец небольшой делать движение вместе так ну тут мы даем ученикам гамма ромажор с первой и гамма по одной ноте то мы играем значит переход мы должны рассмотреть этот сразу и легата на отдельные смычки она отдельные смычки что получается переход осуществляется последующим пальцем то есть первым значит вместе с последующим смычком вот это его не слышно если я сделал так чтобы лиса была более слышно если бы ученику скажем сразу две задачи ни одной не получится то есть в конце ноты мы должны начать двигать большим пальцем а переход осуществлять снова смачком называется пограться за двумя зайцами значит тут надо разделить пополам когда мы изучается переход в легото значит тут внимание все разумеется на ваши пальцы смена смачка нету значит вот когда же на разные смачки и вот ничего не надо говорить о большом пальце он потом все равно будет вовремя делать свои движения важно чтобы переход снова а автоматически получаются показать вашим палец идет чуть чуть раньше смена смычка происходит вовремя обязательно в дневнике все записывается это подробнейшим образом когда леготка я делите обязательно виду я не могу без них потому что столько всяких мелочей в кавычках которые нужно обязательно вдалбливать многократно и не один год особо что касается перехода лето прошло приходит опять заново как надо что-то значит этот переход у нас третья позиция как объясняю что такое позиция если второго пальца поставил 1 2 позиция вместо третьего пальца 1 3 и 4 и так далее тут вопрос сразу насколько позиции ну чаще всего 7 1 10 и 10 и 12 можно забрать ну вы что не было значит положение большого пальца его глубина и в первой позиции в 3 одинаковая вот ничего не меняется дальше рассмотрим переход в пятую позицию то же самое роль большого пальца упреждающие то мы должны сделать конце ноты предшествующие перехода то есть си большой палец идет вместе с поворотом кисти я объясняю что в момент перехода рука отдыха ну почему отдыхать потому что ведь у нас все все движения вот я держу смычок или дружку с двух сторон одинаково приложение силы большого пальца того что стоит здесь если я перехожу и у меня слегка касается в палец струны значит этого не вы полная свобода кисти не так как иногда ученики делают пришел лучшим случая совпадя тоже будешь делать переход подержи меня завединить вот повернула и что остается только передвинуть насколько нужно вот этот поворот ровно настолько чтобы в новой позиции без дополнительного движения кисти встал четвертый палец с чем мы здесь сталкиваемся нельзя чтобы опуская пальцы большой вниз вот так горбом назад и полоски есть это лишь можно так так то опять сюда то есть с одновременно поворотом кисти сюда вашей палец одновременно отводится здесь окошечко сделать интересно что когда переход идут вниз намного легче добиться чтобы вашей палец шоу раньше у сам уже почти редко когда надо специально об этом говорить естественно идет сначала вашей палец том приходящий что касается переходах двойных нотах абсолютно те же самые условия возьмем терции на минуты нельзя откладывать это если ученик предположим играет у вас концерта калай потом встречается 2 2 2 2 3 позиции играть нужно я прошлый раз приносила предварительные упражнения для двойных нот прежде чем играть гаммы помню кто-нибудь об этом надо мне принести их опять ладно я там ты что-то все думал что это не было нет значит вот у нас терции переход вверх по грифу какой тип перехода какой тип перехода то есть четвертый значит тоже переход вместе снова с мучком и вашей палец тоже должен пойти чуть раньше вниз по грифу то же самое но в терциях есть один переход на котором хочу специально остановиться тоже очень часто играют неправильно это когда идет движение вниз гамма вот с первой позиции какой переход в основе какой тип перехода в основе этого перехода 4 4 тоже и поэтому играть как у нас ученики на висана делают на мига а потом кажется там тут можно рекомендовать на какой-то момент оставить одну ноту а потом это все короче короче будет нота которого трек перед переходом если мы будем мяукать по мига то никогда техники перехода у сексах то же самое вверх по грифу новые пальцы снова смачку октавы также переход первого типа вверх по грифу снова смачку в конце старта не надо очень далеко откладывать ингернации из децима потому что вот если мы возьмем концерт шпора там тоже солидный кусочек децим и кроме того это дальнейшее развитие гибкости только учитывая что тут надо быть очень осторожным чтобы не переиграть руку начинать изучать эти виды двойных нот нами или астроне да еще встретили позиция чтобы не было большой растяжки мы зависим из того кто у кого сильнее руки или слабее того не обязательно мальчик и девочек в этой девочке с крепкими руками то понемножечку потихонечку включать это так по переходам есть вопрос у меня недавно был не то что творческий так сказать спор по поводу неисходящих переходов из высоких позиций сохраняется ли позиционное положение пальцев или все-таки рука подготавливается то есть пальцы чуть-чуть меняются очень это так очень ошибка учеников они в медленном темпе и с каждым пальцем надевать отогнуть и объясняешь что в быстром темпе ты этого делать не будешь на это и время нет и кроме того портится интонация потому что одно положение вверх а потом отклонение сразу низко и приходится воевать что в медленном темпе надо делать все то же самое что будет быстро то есть постепенно рука будет идти они стараться как можно скорее ведь получается плоское положение пальцев а должна была точка образная но сейчас давайте вы я объясняю так впереди интервалы наверху полутоны такие маленькие там где-то в районе миллиметра поэтому нужно переходить с пальца на палец а кисть свое место займет то есть надо стараться сразу кисть отогнуть а потом фальшиво понимаете палец идет надо именно делать переходы с пальца на палец чтобы и вверх и вниз в данной позиции пальцы были в одном и том же положении то да так ну во первых если очень высоко струны то прижать их прижать и много сил уходит теперь наверху в гамме мы держим все четыре пальца поэтому прижимать надо объяснить если один несет бревно ему тяжело если четверть несут бревно то все остается по четверти тяжести и поэтому не нужно все пальцы сильно давить это вопрос вообще применение силы не только наверху но и внизу сколько силы требуется для пальцев вот очень хороший метод предлагается кириллевич это лжилет а потом постепенно так добиться хорошего звучания сколько надо чтобы просто а больше дави не дави лучше не будет и кстати могу сказать что в первоначальном обучение с ребятами вот нужную силу прижатие пальца она по немножечко постепенно вырабатывается важно мгновенное расслабление и кроме того вопрос вот в чем что когда мы играем в медленном темпе нам надо удержать струну прижатую а и и на то время пока нота тянется а в быстром темпе если мы играем я буду с той же силой давить разумеется нет ощущение приближается ощущение игры трели почему в трелях и основной палец приходит и трелирующий еле касается струны а качество звука остается почему потому что на мгновение падение пальцев прибивает струну грифу и идет чернование поэтому зависимость от темпа даже в гамме меняется сила пальцев в быстром темпе я говорю играет зачем ты вколачиваешь во всю как пчелку играл ну пожалуйста гамма в быстром темпе идет левого тех именно таким образом чтобы чем быстрее темп темп легче прикосновение пальцев в струне переходы помогают освобождению от напряжения поэтому заняться надо ими как можно раньше желательно через полгода после того как начался вообще занятия начались на скрипке гамма всегда должна идти впереди если мы играем концерт лидинга гамма уже с переходами в третью позицию если играет ученик уже гамма с переходами в пятую позицию я в этом плане хочу еще показать после гамма две октавы которые с переходами в третью позицию я даю фа мажорную гамму тоже двухоктавную там пятая позиция и трезвучие ведь у нас же в концертах не всегда идет как в гамме мы с первой позиции мы должны в пятую попасть как это делается вот трезвучие фа мажора то есть уже в первой позиции большой палец идет вниз в конце тоже заранее и в легатые на разные смычки вот я очень противник гамм по гриваряну знаете такие неудобные аппликатуры в арпеджио то хуже не придумаешь самую удобную аппликатуру трехоктавный гамм все таки в гаммах флеша что такое гамма трезвучие это те блоки которые мы используем в художественной литературе так надо этим и пользоваться если у нас трезвучие встретилось в концерте мы что будем сначала на ля потом на ре струну а потом уже в первую позицию спускаться можно спускаться как можно раньше именно в первую позицию на строне имеют в границе ноля поэтому арпеджио у легаряна они нам не пригодятся никогда берите аппликатуру гамм флеша и очень удобные аппликатуры конечно в гидрис тачи четырехоктавные гаммы это не что-то такое очень далекое потому что уже будет встречаться четырехоктавные арпеджио в концерте седьмой берио фантазия пассионата то есть и вот это положение кисти оно должно тоже постепенно отрабатываться вопрос такой что делать в верхних позициях когда приходится большой палец из-под шейки понимать вот это положение значит не надо выводить вот так вот на обеще чтобы пальцы были совсем под прямым углом грифу что говорится опять-таки уже в бортского может то большой палец должен хотя бы кончиком большого пальца зацепить края деки и нависнуть над декой они это у нас не игровое положение вот эти макароны прямые четкости не будет и для того почему ну крупные руки потом конечно под шейки все достанут но почему неудобно это положить потому что вниз потом трудно для того чтобы было удобно спускаться вниз из методики совершенно написано два условия первое условие переходить тогда когда еще пальцы не достигли большого то есть это запоздало движение а если сюда пальцы пришли это уже рывок скачок и второе условие чтобы перенос большого пальца из положения края деки под шейку был не вместе с переходящим пальцем сначала большой потом переходит они вместе и значит теряется точка опоры ну абсанцова необходимости в этом нет потому что мы даем инструмент детям по размеру руки это по взрослым которым приходится с маленькой рукой играть на целые слипки тогда эти проблемы возникают так что не надо выводить вот так раз сюда на печаль это не игровое положение по обечайке некоторые педагоги говорят что по обечайке можно и так можно по гриппу большой палец выводить по обечайке высоких вот так была у меня однажды в училище новозибирской девочка с маленькими ручками она очень ловко вот именно вот сюда около грифа а то знаете какой силой надо челюсти держать скрипку опор это нет ведь мы же спускаются это вот мы должны удерживать инструмент большим пальцем одно из это очень сложно поэтому тут уже можно двигаться но это уж очень тяжело а по обечайке нет не надо по обечайте да обечайка нам дает плоское положение пальцев но ведь мы так не играем нам нужно вот положение малоточка обратная а кто это ваша давайте инструмент по руке вот и все кстати что инструмент по руке бывают длинные руки а маленькие кисти значит надо на маленькой скрипке подольше поиграть хуже труднее когда рука короткая а кисти пальца крупные велончельная конституция потому что больше инструмент не дашь рука в таком положении очень тяжело а здесь пальцем трудновато ну что же все равно у нас из высоких позиций происходит замещение мы поставим полутона мы же убираем пальцы после не ставим наверху полутон рядышком значит чуть-чуть замещение будет ближе первой позиции наш способ когда мы так оплатываем голову скрипке рукой а значит ты уже можешь играть на большее скрипке не всегда годится лохоть уже согнут а у меня есть девочка у него очень маленькая кисти пальчики так с переходами мы разобрались да что мы имеем мы можем поговорить о вибрации самое темное раздел методики уж настолько темный раздел сколько мне приходится есть я недавно приехал из германии что делается значит что такое вибрация ну естественно это повышение понижение ноты насколько это если взять амплитуду размаха это четверть тона очень подробно чтобы к этому было можно было вернуться вам написано в школе игры на скрипке флеша приложение а основной труд именно точно такой же обложке очень толково все это расписано то есть размах четверть тона ну почему четверть тона потому что это связано с зоной природы слуха именно на такой интервал мы можем вибрировать не делая фальшивы если шире уже теперь с какой скоростью именно четверть метроном 100 это 6 от силы 7 колебаний считая раз два три четыре пять шесть вначале разумеется что мы имеем в методике очень пространная статья струны вибрации там ничего конкретного дальше дальше есть о вибрации агарков совершенно верно он там говорит более конкретно о чем когда можно начинать вибрации заниматься только при наличии двух условий первое условие полная свобода аппарата и второе условие эстетическая потребность ученика вибрациях нам не годится никто не другое полная свобода аппарата мы можем очень долго ждать с другой стороны именно правильный вибрационный навык распомогает выработке свободы ощущения аппарата кроме того как любой навык он должен начинать с медленного темпа если ученика уже есть слуховое представление о настоящей вибрации и он сразу захочет интенсивно вибрировать все он уже зажался и потом очень долгая работа должна вести чтобы все это зажатие снять мы должны начать показывать вибрацию раньше чем ученику ее захотелось чтобы он мог спокойненько нам поиграть так полуфабникат так слегка помеукать постепенно это движение чуть-чуть подвинется и когда уже будет видно что это движение стабильно и получается правильно тут можно уже обратить внимание а знаешь красивее будет если ты будешь вибрировать чуть-чуть поживее и показывать ученику надо вибрацию вначале именно такую если он захочет сразу все у него все тоже Андреевский рассказывал на семинаре в Новосибирске как у одной девочки пришлось полтора года отказаться от вибрации потому что как только вибрировала так зажатие всей руки до плеча вибрацию надо показывать примерно через начинать работать над ней через неделю после того как вы впервые начинаете показывать переходы в позиции потому что и то и другое одно помогает другому а связано с тем чтобы не было хватательного рефлекса то есть нет вот этого статичного положения первой позиции основанием указательного пальца большого теперь обратимся к истории еще леопольд моцарт 1500 каком-то теории году сейчас не вспомнил писал что термин вибрация появилась только двенадцатом веке называли тесный тремл как угодно и и леопольд вот записал что исполнители они используют очень естественное дрожание звука подражая пению певцов когда сопровождает игру легкими колебательными движениями кисти от подставки к завитку и обратно тогда человек колебательные движения кисти от чего же у нас извините в таком огромном количестве бытует локтевая вибрация когда нам надо всего на четверть тона отклониться вверх и вниз в ноте включает руку от плеча понимаете это конечно очень непрофессионально по флешу тоже говорится о том что даже если эта вибрация производит на слух приятное впечатление то это очень большой перерасход мышечной энергии когда очень до вначале только одна нота вибрируется длинная он еще а когда этих нот становится все больше и больше напряжение укра в дальнейшем это все ведет профессиональные заболевания вот ученик устал вдохну долго ли он мог играть его программу экзамены у нас ну сколько ну 15 ну 20 даже студент консерватории устал вдохну кончил консерваторию сел в оркестр вот надо сыграть акт оперы или балета или симфония уже руку не опустишь уже не отдохнешь отсюда и возникает неприятные последствия профессиональное заболевание поэтому надо об этом думать с самого начала чего не написано совершенно в методике по вопрос вибрации каким образом организовать первоначальное движение оно очень просто когда мы играем без вибраций у нас клипка лежит ну как точка опоры как прогадки между основанием указательного пальца и больших вот вот она лежит для того чтобы покачать кисти что нужно сделать нужно отодвинуться от шеи это очень маленькое легкое движение вот и все вот тут можно мне опять попросить вас я хочу показать что я делаю в самый первый момент когда ученик показывает вибрации значит вначале я прошу вот так в воздухе покачать очень просто хорошо теперь во-первых проверяю чтобы в этом случае опору только на большой палец кисть кисть от шейки и вот так держу чтобы не прижимался теперь левой рукой я прижимаю зажимаю ниже кисти предплечье еще упираюсь сюда вот теперь я прошу покачать кистью вот попробуйте дернуть всей рукой не выйдет то есть исключается чтобы самое первое движение было правильным вот потом я вижу если здесь не давится я могу так оставить потом вот просто очень просто у вас какая вибрация вот у меня только постановка большого да вот вам стучок как у вас понятно значит откуда возникло это самое положение большого пальца от самостоятельного приспособления к вибрации ну вот так вот трудно вибрировать а если опустил уже тебе это место не мешает и даже тот кто вначале играет и держит скрипку нормально глубокое держание во время вибрации опускает потом опять а потом так мелкой остается вот тогда я тоже так могу но для техники кстати написано положение менее устойчивое до интонации и для техники менее удобно очень правда конечно много лет спасибо переделывается то если предположим пять лет ученик играл одним способом так чтобы ему новый способ был родной это сколько надо позаниматься не всегда все можно ломать не всегда можно что-то приходится приспосабливаться но во всяком случае вибрацию локтевую переделать в кистевую смешанную можно абсолютно всем я могу привести в новосибирское музыкальное училище все скрипачи всех педагогов и альтистов у нас переделывались и кончали училище нормальной вибрацией в целом в ша вибрирует только кистевой смешанной вибрацией ни один лауреат не будет если вы на него посмотрите локтевой вибрации нету такой скрипач не выдержал бы большого объема материалов это просто невозможно все время трясти всей рукой но конечно у нас вот это держащий стержень большой палец вибрирующий если мы вибрируем на мисс струне у нас большой палец так будет если мы на соль струне то больше будет понтизмом а локтевая вибрация это большой палец практически не является опорой как-то у меня даже такой случай был девочка которая играла нормально все перешла с подушечки на мостик а мостик знаете если он так удобно устроит так соблазнительно вообще повиснуть на нем левой руке то есть облегчить вторую точку движение инструмента и она заплатила локтем сразу разобрали что перестала делать опору на вибрирующих на большой палец вибрации сначала мы должны добиваться медленно спокойно вот так движение было кисти когда это движение уже достигнуто мы добиваемся уже более тонкого движения первого второго и третьего пальцев включается движение крайние суставчики тогда размах кисти немножко уменьшается а четвертый палец требует большего поворота и опора идет уже от косточки от здесь участвует все суставы это делается позднее хотя вот у меня вот завтра будет малышка она и показала и уже по музыке хочется ноту вибрирует она уже и четвертым пальцем там хочет качать уже есть эстетическая потребность правда ночью все так полупубликатные убраться ну ну качается во первых вибрации сразу она подходит от шейки рука ненамного буквально чуть-чуть чтоб не натирать и тут надо смотреть какой палец удобнее кроме того в зависимости от величины подушек он мы на вибрацию ставим или если толстенькие подушки то есть проблем а если тоненькие более полога кроме того а как сделать что все таки у кого плоские пальчики были подушечки надо все время обращать внимание чтобы пилочкой подтачивались ногти чтобы граница прироста ногтя пальцу отодвигалась вот если на мои пальцы посмотрите подушки нормальные у меня пару миллиметров глубже вот это линия прироста вибрировать начинать с самого удобного пальца и все таки с первой позиции когда я проходила в консерватории предпрактику нам как-то рекомендовали начинать с третьей позиции почему потому что в третьей позиции чтобы изолировать временно предплечье можно облокотиться на обечайку но я убедилась что потом в первую позицию вибрирует щенит приходит в третью и по привычке раз облокотится на обечайку и кроме того предплечье все таки оно обязательно немного участвует в зависимости от интенсивности звука или больше или меньше но его изолировать совсем не так изолированная кистевая вибрация была я только видела один раз в жизни это у фикстенгольца а как сделать изолированную кистевую вибрацию это вообще вот так из неподвижного предплечья играла замечательно другое дело сугубо индивидуальное предпособление которым мы рекомендовать ученикам никак не можем и уверяю вас что вибрация если к ней правильно подойти она очень помогает в облегчении и переходов и в технике и везде другое дело что конечно сразу требует чтобы вначале вибрировать только длинные ноты ведь мы говорили о том что четверть сто это шесть колебаний а восьмушка сколько получается три или четыре значит короткие ноты шестнадцатые вибрировать нельзя тут сталкиваемся с таким моментом наши дети любят омузыкаливать медленный темп то есть когда играет разбирает что-то медленно темпе начинает вибрировать подряд а потом от этого избавиться очень трудно этот навык все время мяукать остается когда быстрый темп я в таких случаях пишу в нотах с кандашом крестик на ноты которые надо вибрировать чтобы лишнего не было короткие вибрации тоже требует уже очень большой гибкости владения красивые вибрации на коротких нотах отличался крейслер нам нашим подождать короткие ноты в высоких позициях труднее вибрировать вроде бы там полутон теснее а там струны выше и на прижатие струнный гриф особенно мистер уходит много сил и получается так что пальцы на прижать струну оставить свободное кистевое сустав ученик сначала играет 1 1 3 позиции начинается такая вещь играет обычно что наши ученики учат там где 16 и вот те ноты которые надо красиво вибрировать в художественном произведении надо учить отдельно потому что для каждой ноты для каждой струны в каждой позиции чуть-чуть другое положение это это когда локтем вибрирует там все время трясутся все одинаково а тут достаточно такой позиции нужно чтобы рука предощущала то есть когда подходит нужная там нота рука занимает удобное для нее положение если отдельно на этой ноты не поработать то пока рука приспосабливается нота уже кончилась значит нужно отдельно заниматься вибрацией на каждой ноте которая встречается в начале работаем чтоб все свободно что легко было тронутся до моей мышцы бицепса она свободна и говоришь надо горячо сыграть он себя и достаточно один раз дать потрогать свою мышцу во время форта у тебя здесь силы больше все сразу понял тут же вышло но пока позднее потому что в начале все-таки поработать на свободу движения я в классе работа на вибрации тех пор и домой не даю пока у меня в классе не получится свободно пусть это будет неделя две три четыре дома не вибрировать и родители не давайте не прикасаться вот если хотя бы одним пальчиком начинает удобно получаться чаще всего это второй палец это третье труднее первые и конечно пока можно подождать четвертый и наш старый дедовский способ когда уже домой облокотиться слипочкой на стеночку покачать отодвинуться покачать отодвинуться так что пути все одинаковые но важно чтобы вот вот это движение так вот играет вот нота без вибрации вибрации в это движение туда и обратно вот его надо чтобы оно было автоматично потому что если не отодвинуться и влево начинает качаться я говорю я вибрация не здесь я вибрация тут какие вопросы вибрации даже если встречается октавы у меня рука маленькая я тоже буду вибрирует кистью я не смогу есть справка а вот действительно в двойных нотах там же несколько другие условия вибрации вы знаете ну то что неудобно не вибрируете вот берега 9 это замок там папам третья позиция может первое не надо вырастешь больше играть красивым звуком красивый звук это не вибрация а терции извиняюсь вибрирует и пульсатисти самую удобную вибрацию это тоново полутоновое расположение атерции ну вторым четвертым но не вибрирует вторым четвертым дорасти но только не любым способом понимаете не все способы хороши только зажмется рука не путем плохо пожалуйста вы знаете не знаю как когда все ноты подряд вибрируется это очень однообразно и назойливо как хорошо слушается вибрация после белые ноты это и для руки неудобно кроме того когда играет все внутри подряд одинаково и чем отличается наша вибрация это тонкой филировкой ведь мы одну ноту не вибрируем все если мы делаем димуэнда не может ослаблять нажим а здесь продолжать качать когда дети только занимаются начинаете старательно раскачивает больше чем надо и как раз работаешь над тем чтобы по смыслу необходимые ноты вибрировались а все подряд я с этим только борюсь это не красиво не знаю даже ауру пишет о том что вибрация когда применяется не там уже в большем количестве где надо то есть не там где нужно от него вообще надо отказаться на некоторое время и я подчеркиваю что в медленном темпе а как выяснить какую ноту если ученик сыграй в быстром темпе посмотри какую ты хочешь вибрировать ноту а вот эту со всеми приходится выяснять именно этот момент не надо вибрировать все подряд это будет сплошное мяуканье можно сразу быть две ноты подряд или три конечно если они половинные ноты но как правило 10 восьмушки все подряд вибрировать это плохо настоящей мелкой вибрации методы и не нужно поскольку просто не нужно так так начали связь вибрации с арестом посвечения и его помогает более хорошо как вы на это обращаетесь это идет работа когда вибрация связана с динамикой так даже те вот длинные смачки которые делаются крещеные делаются и с вибрацией то есть это те блоки которые потом уже автоматически переходят на художественное произведение надо да variation глянем смачка с плотностью нажимах и конечно которые хорошо плохо и она не может быть вот таким и она еле-еле это именно связано со жизнью смычка и с динамика только вот эти длинные смычки а худож нет сразу выясняем в каждом произведении где что конкретно надо делать в каждом по-разному это нужно в начале легче добиться качества звучания когда у нас одна скорость ведения . если мы возьмем наши сборники всех детских пьес то там половину из них играть нельзя они принесут только вред потому что там есть вручить с точкой за любовном восьмушку надо быстро провести и три четверти одна четверть первое произведение которое я даю на родную скорость ведения смычка это с урок петховена для 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 то есть вниз девушку вверх 1 и потом стараться 2 когда в концертах если ты доказать все время только идет разговор как распределить смычок где нужно подготовить заранее ту или иную вот недавно разговор вчера концерт в его сюда среди ну и удобно что нужно сделать ну правда я в этих случаях сразу готового рецепта не даю я пользуюсь проблемным методом обучения есть информационные и проблемные информационные так сделай так а вот сделай тут столько смычка то есть думать не надо ну-ка подумай как сделать чтобы было удобно сыграть эту четверть чтобы не надо было тащить на весь смычок но можно конечно сыграть так неудобно тоже мало смычка что сделать короче смычок на вторую ноту вот первая нота то есть уже такого четко вот пять вот чуть ли по сантиметрам распределения смычка быть не может и каждый как в этом случае вот это дело разбирается я даже в нотах очень много пишу нотах нп середину смычка гп а верхней половины там целый смычок потому что самим ученикам далеко не всегда удается правильно это делать отсюда и качественное звучание верно пальцы надо ставить перпендикулярно грифу не так вот у меня пришел однажды очень талантливый ребенок который играл выгнутой рукой и все струны оттягивал в бок а в только перпендикулярно грифу вот так значит у нас на аруе струне самое удобное положение сверху на ней мы должны ставить таким образом а не сохранить но при этом не отводя локоть влево у нас чуть-чуть наклонное положение получается кистевого сустава чтобы на ми чуть-чуть играть понимаете не так это неудобно так рукав на ми для струне центр локтя должны быть по центру скрипки на аруе струль мы поворачиваем а на ми мы так не играем вот так чуть-чуть легкое движение кисти совсем едозаметно но пальцы должны быть поэтому вначале вот учитывая этот момент когда у нас очень играет аккорды они всегда стремятся заранее все пальцы поставить это очень трудно потому что для каждой струны нужно свое положение это когда в дальнейшем будет бах погонение уже взрослые там уже навыки другие поэтому я всегда говорю надо играть аккорды ломанные и сопоставил для того чтобы сыграть этот винду удобно такое положение кисти а чтобы секс то такое а не заранее поставить чтобы заранее быть большого чем это не доступно теперь конечно струна должна проходить по центру подушечки никак не боком и не ногтем разумеется а это определяется вот когда мы поставим правильно от первого до четвертого пальца у нас второй третий займут правильное положение если очень впереди у нас слишком вот тогда будут пальцы кроме того обычно вот это ногтем положение тогда основание угазательного пальца выше уровня грифа этого не должно быть нет а линия ладони и плечи должна быть ровная прямая не так и не так а вот правая рука давайте сейчас вам скажу что есть высокий локоть низкий локоть давайте посмотрим индивидуально у струны кстати есть маленькая работа типовых положений индивидуально там касающихся правой руки есть плечи прямые есть плечи пока шея коротенькая бывает шея длинная а то еще длинная шея да пока ты и плечи что тут получается кстати вот у струны говорится еще другое что у нас по-разному вставлена ну как плечо в сустав это можно проверить если свободно опустить руки вдоль туловища если во время вот руки свободно висят и у меня локти касаются талии то значит у меня нормально на уровне ладони будет держаться рвка если же положение вот такое слегка вывернутое а это тоже бывает то положение правой руки будет выше но они только это определяют вот берем слегка я могу держать неудобно а если у меня покатые плечи где у меня самая будет рука правая она уже не тут а тут ничего и сустав а если при этом еще длинная шея слегка будет вот тут так с низким локтем играть тут конечно надо уже то есть должно быть удобно если идет нормальное звукоизвлечение если рука функционирует то тут придираться ах у тебя вот выше а вы посмотрите видели тут как-то была передача у крэмера как он право его поддержите ну конечно не надо брать пример и всем ставить вот так но играет он далеко не плохо так что это ему не мешает конечно определенные установки должны быть но сразу надо смотреть если длинная шея и покатые плечи тут вы знаете даже что приходится делать чтобы не было очень высоко и не только одним мостиком делать удобство а чуть выше толще делать подбородник чтобы как-то так было поудобнее вот эти вопросы подбородниках если подбородник плохой и скрипка у головы устроена плохо мы не можем вообще заниматься а то что продается очень плохого качества ну у мастерских большого театра делают подбородники где можно сказать подобрать мне это удобен вот такой это чуть больше чем на четвертой скрипке перекидные мостики годятся когда вот здесь сюда только для тех у кого длинная шея значит здесь неудобно теперь вопрос о том нельзя привязывать подушку к шее понимаете это неустойчиво скольжящая самая лакеронная поверхность реки она все равно будет по любой подушке скользить вот прицепить надо правда у меня она и стерлась там много детей вот таким образом и даже больше скажем когда у вас ребенок идет на концерт смотрите оденет себе шелковую какую-нибудь кофточку так так все будет скользить это тоже иметь ввиду нужно даже и мостик будет скользить и смотреть чтобы обечайка была точно уши никаких воротников водолазок там ничего если что и длина иногда можно чтобы ничего не мешало чтобы не было такое положение если слишком велика подушка или мост и скрипка здесь на левой руке очень удобно вот положение должно быть в общем можно пользоваться знаете сейчас подушечки из поролона легенькие удобные у нас есть преподавательства которые даже делают для сцепления в начале ну на детские такие не очень дорогие скрипочки приклеивает кусочек тоненький поролона на скрипку такой же поролон на подушке знаете как хорошо сцепляется ну может быть я без этого можно обойтись но давно чтобы не ерзала подушка вот подушечка должна быть из ворсистой ткани так я сейчас посмотрела понимаете мы ставим палец вот о чем надо было сказать что объясняю что вибрация достигается тем кусочком подушечки которые находятся между струной и ногтем вот между струной и ногтем маленький кусочек подушек вот и мы можем только повышать и понижать значит мы ставим чуть-чуть с наклоном назад и первое движение идет вперед потом обратно назад надо там и за миллиметра два всего этой подушечки которую можно использовать и объясняю что если ты ногти не подстриг и ставишь ногтем так сам вокруг скрипки вертись у тебя ничего не получится вот где происходит повышение и понижение так что первое движение естественно вперед но должно быть разномерно и вперед и назад иногда кое-где пишут надо больше вперед или там больше назад чистая нота будет посередине поэтому любое преувеличение в ту и дубую сторону приведет в большую минуту так значит смена смычка у колодки ну это уже расписано по-моему систематийно и у конца и у колодки ведь почему все все смены смычка происходит пальцами и вот маленькое движение пальцами опять я хочу к авторитету Инкелевич обратить потому что это наш столб основной педагогической мысли и соответственно консальным результатом что есть точка зрения смены смычка может вроде бы и но это не надежно ведь что у нас происходит это как автомобиль который ездит потом вдруг надо назад остановиться это мертвая точка а у нас мы не можем остановиться а что происходит это пальцы еще двигаются вверх а кистевой сустав поворачивается вниз и в момент поворота трости уже есть движение здесь и если у колодки еще даже ученики это делают более сложные из-за положения пальцев у конца пальцы должны чуть-чуть продолжить движение и рука двигается в эту сторону и тут уже я буду подробно в этом останавливаться все-таки очень нужно финге штрих то есть пальцевое движение потом у колодочки обязательно с мизинцем но без этого невозможно у конца разумеется опять-таки это уже дальнейшее кстати смена смычка настолько сложна что на первом году обучения мы этому втором году скорее подробнее этим занимаемся потому что это очень трудно тут уже полная свобода ощущение пальцев на тройке и это все я объясняю так вот нужно мне подвинуть какой-то предмет чуть-чуть вот так пальчиком раз карандаф заложим я же не буду толкать от плеча значит если мне надо подвинуть смачок на маленькое расстояние я же буду делать это пальцем я же не буду это делать всей рукой опять-таки экономия движения экономия приложение мышечных усилий вот так что пожалуйста вы знаете тут указательный палец его функции указательного пальца не держание смачка а нажим на струну и чтобы свободно двигались я требую при игре в верхней половине чтобы указательный палец кончик подушечки не обнимал трость я бы открою указательный палец у кого у колодки я знаю многие стребачи играет мне иногда понимаете это это свободное положение но она чревато тем что сучок может выскочить кроме того у колодки можно указательным пальцем и зацепиться хорошо за струны поэтому колодки лучше не выпрямлять хотя и за для того чтобы вот я хочу аккорд сыграть чтобы нажать сильнее у меня чуть-чуть открывается это не такой страшно принципиальный уже момент если у него придется звук хороший только чтобы смена была нормальная тогда мы все-таки продолжим правой рукой значит когда играет ученик в начале 16-х то мы следим за тем чтобы у нас работала кисть вот но если у нас уже третья часть ридинга мы не можем обойтись только кистью нам уже нужны пальцы и играя первую часть ридинга уже начинаем заботиться о том как же дальнейшем будет более точное движение и начинаем работать над пьесами двойным штрихом вот шольц неприжимные движения там перегонки и вот тут начинается вот я объясняю тебе надо подвинуть вверх вниз вначале конечно чтобы изолировано но потом когда это движение уже становится таким стабильным и профессиональным у нас на каждое движение локтевой сустав двигается у нас кисть не надо расхлябывать вот локтевой сустав обязательно а вот от этого не нужно что тут происходит во первых для этого штриха обязательно нужен наклон волоса прямым волосом мы не играем потому что нам все время нужно легкий нажим указательного пальца насколько легкий настолько чтобы удержать смычок в наклоне вот как раз этого и достаточно в этаже более легкий штрих здесь нажима нету здесь хватает веса смычка и чуть-чуть слегка поскрипывает вот слегка чуть-чуть ну этот штрих достаточно сложный потому что у нас четыре струны все разной степени жесткости размах этого штриха на ре струне и на ми с этим же размахом мы не сможем потому что струна ми быстрее отталкивает она жестче чем ре а на собственном быстром темпе вообще уже ближе к деташе там уже не успеть не получится не случайно а вот по этому облигу погонения вообще потому что это не успевает кстати в темпе вот так отбрасывать мычок объясняет что вот вверх-вниз обязательно с наклоном на карту не в отдельности ведь не то что что ученик думает а я перешел с ми на ля а теперь на ре я буду шире а на ми сумме я буду меньше происходит автоматически за счет ощущения каких ощущений насколько струна сопротивляется нажиму голоса это уже получается само когда она уже вырабатывается кроме того это что не сложно еще тем что в зависимости от скорости темпа меняется точка прикосновения волоса до кроме того нашим ученикам еще свойственно такой момент я бы сказал это отсутствие самостоятельности понятно вот играет а у нее не получается он у меня не получается я еще неделю поучу там месяц поучу у меня выйдет получается давно странно объясняю что ты неправильные точки играешь поищи экспериментируй поиграй тут плохо тут плохо найди там и тебе это удобно где получается это привык во первых приучает к тому самостоятельности кроме того домашние занятия должны давать результат можно совершенствовать ошибки свои очень долго и все равно не научишься играть чем медленнее темп тем смычок чуть ближе в сторону колодки и иногда даже я разрешаю двумя пальцами играть это штих без безымянного если он там мешает а потом фактически он не нужен вот большой и второй самый средний держится указательно нажимает кроме того штрих статей очень ограничен в динамике пиано нет статей тихо не проявляем форта тоже нет даже если мы возьмем вечное движение бома как только форта мы должны переходить на диташе и перемещаться с прыгающей стороны точки чуть чуть выше там где уже смычок прыгать не будет и возвращаться так что на мой взгляд этот штрих самый необходимый для овладения потом и диташе потому что что такое сидит все время смена смачка потом это распространяется уже на проведение часто спрашивают какая разница сатей из пиката сатей мы играем без мизинца обязательно без мизинца на тросте если мы поставим мизинец то у нас не будет ритмичности движения потому что он дает возможность чуть-чуть притормозить чаще всего именно притормозить кажется что левая рука не поспевает и правая задерживает а именно ритмичность штриха вниз вверх вот заставляйте пальцы успеть точно поставить куда тут уже ничем не одержишь спиката у нас это более крупный штрих когда мизинец на тросте и когда волос отрывается от струны а в сатее у нас волос не отрывается иногда я даже встречал играет сатей без наклона пользуясь только весом смычка это не очень управляемый штрих жестко слышите жестко это не штрих даже короткий штрих должен быть певучим вот он что касается колодочного это немножечко позднее даже как вот работа над этими шевчиковскими смычковыми вариациями сатей в сатей у нас правая рука должна делать в воздухе все то же самое что на струне вот поведем вот она начинает мы не нужно пускать вот так я всегда говорю что смычок идет на страну как самолет на посадку почему-то мне с авиацией связано вот оттуда они не так как вертолет сверху садится и то же самое когда мы кончаем ноту не останавливаться как бы продолжает движение пальцами воздухе вот если посмотреть по телевизору это видно когда наши хорошие скрипачи играет вот ему надо сыграть что самый последний момент вот это движение они так так не будет точно поэтому если ученик останавливает ноту ослабить нажим поднять если нету здесь в порядке с мизинцем то это все невозможно поэтому после вот и длиннее чуть чуть позднее чем двойной штрих вот эти смычковые вариации их там сколько их там чтоб в этом сборнички это 8 или 10 да вот так именно на этот самый развитие вот этого движения что касается легата вы знаете я вам тут скажу очень крамольная вещь тут вы как хотите можете пользоваться можете пользоваться может быть и завтрашняя игра в чем-то убедит вас но утверждение что когда смычок переходит со струны на струну в регата надо задерживать палец на предыдущей струне эти не надо быстро темпе на это время совершенно нет и это является творогом отыгравший палец нужно совершенно надо с одного пальца переступить на другой теперь в отношении лиги что у нас происходит легата в правой руке особенно особенно вниз смычком когда вес руки добавляется весу смычка совсем вот так это очень трудно у нас смычок приближается а потом все опускается но локоть должны раньше опускаться если у нас есть и все это всегда будет слышно понятно как и обычно когда получаются всякие сбои вот я могу взять локоть все время должен находиться на той стране на которой больше нот я не буду брать а вот у меня вчера был на какой струне тебя локоть должен быть одна нота только здесь ее надо брать только кисти пальцами и идти всей рукой и вот все время то разбираешься если играешь крейцера я объясняю что у нас струна цилиндрическая сию разведать уровень какой поэтому как не не пригласились она одинаково звучит большой размах не нужен и в каждом как этого случая конечно разбирается будет любой там к концу концерт или пьеса или этюд то есть домашние занятия делятся на два раздела это вот по мосту что на режим домашних занятий и методику домашних занятий режим это распределение времени по количеству и соотношение времени внутри программа вся программа должна расти одновременно нельзя один день заниматься только техническими разделами другой день только пьесы или концертом я всегда привожу пример получается так что один день ты только ужинаешь другой день только обедаешь а чтобы тебя и завтрак и обед и ужинаешь нельзя потому что то что сегодня не поиграл завтра опять приходится начинать сначала как нельзя увлекаться настолько чтобы одним заниматься час-полтора основное кое-как проиграть в лучшем случае или вообще не играть значит вот отвели предположим на этюд 20 минут важно не количество а качество то есть сколько за это время выучил если пришел и сыграл мне предположим место пол страницы целую страницу и плохо вот за это будет плохая значит тут важно чтобы кроме того тут уже самостоятельность ученика заключается в том понимать а сколько он сумел выучить как следует четыре такта шесть тактов или восемь тактов кончились 20 минут стоп переходишь на другой раздел программы который у тебя написано поэтому знаете благородное негодование когда ученик говорит я на часы не смотрю когда я занимаюсь оно здесь совершенно не уместно на часы надо смотреть надо планировать я всегда провожу еще такой пример идешь в магазин ты знаешь сколько у тебя в кармане денег ты распределяешь что ты собираешься купить а не то что одни конфеты теперь это помогает это не для того чтобы вы понимаете мне так вот ступолезно проследить насколько так сказать что то есть не фискальная задача этих записей это надо научиться правильно распределять свое время потом необходимость в этих записях пропадает хотя кое-кто настолько увлекается что и потом тоже позднее все время ведет записи что ради интереса я смотрю прикладываю гамма сорок минут и концерт сорок минут да как же так получилось в концерте у вас три страницы а вы с гаммой сорок да вот мы завозили с гаммой так вот это уже правда относится не к режиму методики домашней занятий мне надо начинать всегда с гамма свежо-застежий головок этому инструктивному материалу уделять основное внимание значит я смотрю предположим затрачено 15 минут вот я сравниваю игру с количеством времени если совпадает все в порядке ну ладно дальше следующее если затрачено времени много а результат плохой и действительно время было затратено начинаешь уже так сказать доискиваться причины в чем было так у меня очень давно было как-то я взяла мальчика одного чего-то в сибирске и написано и тут кайзер в одну страницу два часа вы знаете 9-летним ребенку заниматься два часа одним и тем же материалом полчаса еще он будет результативно заниматься остальные под нажимом мамы не музыкантов вот конечно все идет наоборот потому что если нет внимания если нет заинтересованности то такие занятия результаты не принесут мать ну как же мне надо надо было шуфнуть хорошо вот позанимались полчаса этюдом переключились на что-нибудь другое то есть все время смена материала надо еще раз вернитесь там через час к этому этюду или вечером еще раз полчаса этим этюдом займитесь но только нельзя подряд заниматься одним и тем же структивным материалом таким насильственным путем или написано трезвучие три минуты честно записал на три минуты и играешь он прибегает еще к этому минут десять чтобы было прилично так что кроме того когда много времени надо чтобы в первый час занятий и в последний час занятий голова работала одинаково внимательно и не заучивались ошибки поэтому тут уже начинаешь учить как распределить материал в процессе разучивания разные части там этюд гамма пьеса или концерт находятся в разной стадии выученности поэтому на сегодняшний день более трудно представляется новый этюд для новой техники в следующий раз разбор закрепления в концерте выучивание наизусть то есть все время меняется вот степень необходимости большего внимания на тот или иной раздел депутата и часто говорят что гамма есть одна у тебя не новая есть одна достаточно приличная идет оставить на конец или менять вот поиграли что-то высокоттуда выучил еще второе что-то есть нет возьми за пьесу там больше интересно можно заниматься вибрацией музыка поработать то есть вот это распределение материала внутри программ все время меняется а что такое методика для ваших занятий я всегда говорю не надо нельзя научиться бегать если будешь только ходить если у тебя подвижный пьес и надо довести до настоящего темпа то простите надо и уметь играть в этом темпе научиться с первого раза что-нибудь быстро может получиться хорошо разумеется вот даешь задание ученику гамму играешь по 4 по 8 по 24 по 32 приходит ну как я не играл у меня не получается и уже на уроке ты начинаешь поработать потому что мы фактически должны быть очень хорошими репетиторами для того чтобы научить дома правильно заниматься ученика мы должны с ним частично выучить показать как надо учить на уроке значит играть первый раз второй раз психология должна быть готова к быстрому темпу второй раз предположим лучше третий раз заболтал теперь сыграем гамму по 4 по 8 опять вернуться к быстрому темпу уже легче сыграл 2-3 раза гамму погонял ее в темпе опять вернулся и главный закон такой это относится ко всем виртуозным пьесам к техническим разделам концертов последний раз проигрывания нужно быть в среднем темпе кроме того что такое вообще медленный темп медленный темп это контролируемый темп в начале контролируемый темп очень медленный по мере выучивания он становится уже более подвижным и когда можно считать произведение выучено когда быстрый темп становится контролируемым поэтому когда говоришь уже выучено более-менее выученное произведение что дома надо поиграть медленно ученики уже понимают что это не будет там в замедленном темпе это будет рабочий темп чуть-чуть более медленный чем настоящий Для того, чтобы чёткость пальцев не пропала, интонацию проверить. Наиболее сложным стал совсем не интонацию медленно сыграть. Но очень замедленный темп нам помешает играть в быстром темпе. Я вчера говорил о том, что в зависимости от темпа у нас и плотность падения, и прижатие струн пальцами, если мы играем только медленно, у нас более тяжёлая техника в левую руку. Когда мы играем в быстром темпе, когда приближается ощущение к трилле, то это другое совершенно. Но если долго играть в быстром темпе и легко касаясь пальцами, то начинает постепенно появляться забавность. В зависимости от способности ученика и от уровня его техники, количество быстрых раз, когда можно проиграть, сугубо индивидуально. Я, например, всегда спрашиваю, сыграл новачка, надо бы ещё раз сыграть в темпе. Спрашиваю, а как ты считаешь, можно ли тебе ещё раз в быстром темпе играть или не стоит? И ученик мне может сказать, знаете, лучше сейчас не надо, мне надо сыграть в спокойном темпе, потом я смогу ещё раз быстро. Тот, кто более подготовлен, может в подвязь играть с роялем и два, и три раза, но всё-таки перед выходом на сцену быстро лучше не играть. И, я опять повторяю, это сугубо индивидуально. Значит, как дома заниматься? Я, вот, например, совсем маленьким, когда они играют, не знаю, с зайцами, там, в Ваде, Акалае, так и пишу. Столько-то раз сыграть медленно, потом два раза побыстрее, потом один раз медленно, потом два раза побыстрее. Буквально они у меня так старательно на всё это и делают. Разумеется, лучше выполняют все эти указания родители не скрипачи. Они всё-таки слепо верят и делают, что надо. А родители скрипачи иногда сами в коллективы вносят, и всегда удачно. Вот. И, ну, общий цикл мы находим, конечно. Как работать? То есть, когда мы начинаем разручивать произведение, в котором пять страниц, вот, двадцать летний концерт, и вот, типа, положим, или вспомним ещё седьмой концерт Рады, то там же много страниц. Когда мы разбор уже довели до конца, мы должны начинать, я так и называю, с хвоста, с конца. Сначала последнюю страницу, потом предпоследнюю. Чтобы в моменты выступления все страницы, все эпизоды были выучены в равной степени. Вот, представим себе, играет ученик. Очень хорошо играет отдельные места, а кое-где так у него шпыряльно идёт. Впечатления художественные не очень, потому что досада становится. Почему же остальное? Они выучены хорошо. Или играет ученик так скромненько, но у него выучено всё от начала до конца, и мы, вот, четко ставим пятёрку. Поэтому нужно всегда следить, чтобы всё было выучено в одинаковый степень. И, разумеется, к концу особенно. Потому что если клякса в конце, она оставляет на концертнице неприятное впечатление. Я всегда привожу к примеру такой, что живопись – это искусство пространственное, а музыка – искусство временное. Есть адвенцированная картина, и на ней там какая-то деталь очень плохо, ну, небольшая деталь. Сколько на неё, на картину не смотри, эти детали всё время в глаза. И это приятное впечатление. А когда играется художественное произведение на концертнице, если ты вначале ошибся, но потом играешь хорошо, то к концу уже впечатление у публики, ты и у комиссии уже сглаживается та неприятность, которая была в начале. А вот если это где-то клякса в конце, то впечатление уже значительно хуже. То есть надо хорошо учить всё, конечно. Но особенно и конец, чтобы у слушателей оставалось достаточно приятное впечатление от выступления. Теперь сначала выучивается, мы занимаемся кусочками. Потом обязательно надо собрать всё вместе. Первый этап. Ведь очень часто у нас, как... Когда мы концерт-мейстер подключаем? Чуть ли не в конце? Неправильно. Когда ученик играет в канцеленные эпизоды, да и технические тоже, он должен представлять себе внутренним слухом звучание фортипианной партии. Чтобы она не мешала, а помогала. Я даже иногда, чтобы не затруднять контер-мейстера, хотя все мы пианисты весьма слабые, но когда-то учились, немножко подыгрывая, чтобы в особо ответственных местах уже и не знал, что это время делается по пианной партии. Всё время играть под рояль, конечно, не надо. И ребята знают, что если они не очень хорошо выучили, то с концерт-мейстером, когда начинаем играть, а у него там фальшивые, начинаются какие-то неприятности, я демонстративно говорю, извините, но так и точно мы не готовы играть с вами и ученику соответствующая порция конференца. Отпускаю концерт-мейстер, потому что играть с роялем и останавливаться буквально в каждом такте и начинать копаться в мелочах, это недопустимо. Если мы играем с роялем, тут нужно дать возможность сыграть от начала до конца, достаточно, чтобы проведение было для этого готово. Самое сложное для нас, педагогов, и для меня по сей пор, это удержать себя от желания делать большое количество замечаний, особенно во время игры, чтобы ученика не было такого состояния, когда он играет, всё время ждёт, что ему скажут. Маленькие, они хотят знать, они ещё не знают, хорошо они играют, а неплохо. Поэтому по лицу педагога стараются выяснить, а как? Я в таких случаях и тогда, когда уже не удаётся совершенно заставить смотреть не на меня, а себе под нос, на скрипку, спиной поворачиваю. Я говорю, ты на меня не смотри, если надо, я скажу. И действительно, во время игры, для того, чтобы как-то так поддержать уверенность играющего в себе, я говорю, молодец, хорошо, в каждом такте, через такт, то есть, если я ему говорю, хорошо, зачем на меня смотреть? А уверенность в том, что у неё всё в порядке, всё-таки должна быть. Когда играем мы в шортепиано, я лучше возьму дневник и буду, если вот длинное произведение, я боюсь что-нибудь забыть, я записываю, что я хочу сказать. Ну, надо сыграть от начала до конца, не делая ученику замечаний, чтобы он сам сосредоточился. Ведь очень часто, да, бывает, что приводят ко мне на консультацию, там, педагог ученика, ученик играет, он без конца ему делает замечания, делай то, делай всё. Ну, дайте ему сыграть. Вот сыграет, тогда можно, во-первых, обобщить какие-то одинаковые ошибки, остановиться на самых главных, кроме того, что самое сложное, не вываливать на голову ученика огромное количество замечаний. Надо выбирать главное. И тут смотреть, что можно сделать потом. Потому что большое количество замечаний нам результата не даст, он ничего не запомнит, ничего не делает. Ведь внимание ученика, когда он играет, должно быть направлено на главное. Что у меня беспокоило, например, в самые первые шаги моей преподавательской работы. Чтобы выходить на сцену, ученик играл благополучно, не спотыкался, не забывал, чтобы музыкальная память не подводила. И говорит, что урок это фактически репетиция выступления. То есть, если у меня сейчас играют с концерт-местером, представьте, как это будет. первый раз, кстати, сегодня они у меня играли все свои произведения, первый раз. Тут были кое-какие так, мелкие неприятности. Ну, до этого просто не было возможности обыграть. И первое проигрывание только показывает, где что надо учить. Потому что класс — это одно, смертная сцена — это другое. Надо дома тоже проигрывать произведения от начала до конца. Приходит, что дик на урок, значит, я ему задавал, вот в следующий раз можно с роялем дома поиграть. А он улегся, играл тут по кусочкам. Я говорю, ты играл от начала до конца? Нет, не успел. Я говорю, что это надо? На уроке пытаюсь репорт установить. Дома обязательно надо проиграть. Конечно, хочется где-то доучить, где-то что-то сделать, но вот этот опыт прогонов у меня из времён работы в оркестре. Вот нужно выпускать спектакль. Ещё многое не доделано, а дирижёр уже устраивает прогон, который долго тянется, постепенно всё отрисается. Значит, примерно за недели, за три, как это в самое минимум, а желательно чуть-чуть раньше, ученик должен от начала до конца, произведения играть. Хочется нам где-то что-то отделать, что-то отработать, но всё развивается постепенно. И аккуратность, тщательность, там, какие-то моменты. Вы знаете, надо смотреть философски вот на что. В процессе выучивания произведения слишком много у скрипачей одновременно задачи. поэтому всегда что-то выучивается, и не выучивается. Не совсем так, как нам хочется. И надо не дёргать ученика, там, что сделай, то, всё выучилось, всё выучивается одновременно. И за 2-3 или за неделю до выступления мы не должны начинать что-то там скрупулёзно копаться и заставлять что-то приучивать. Постараться что-то привести в общем знаменательном и личном и учесть то, что не удалось сделать на этом произведении, на следующее. Не сидеть очень долго на одном произведении. Психология детей такова, что им быстро всё надоедает. Поэтому произведение должно быть, конечно, посильное. И могу такую вещь сказать, такие длинные концерты в 23-й годе или 7-й роде. Я не трачу время на то, чтобы все 5 страниц были у ученика одновременно в работе, для того, чтобы хорошо у тебя было, когда ты учишь пятую страницу первую, не забылось, её же надо учить. Они мне эти концерты сдают по странице с роялем выучен на память, но одна страница. Классические концерты, как правило, очень длинные, а виртуозные короткие. Значит, для выступления на зачёте или на концерте я готовлю виртуозные концерты, тоже третий концерт Зейца виртуозные компании. или у меня играют вторую, третью часть Раде, а первую часть седьмого концерта Раде, эти 6 страниц, где я не буду издеваться над учеником, он мне будет по одной странице сдавать наряду с тем, как он выучивает для выступления вторую и третью части. То есть, надо беречь время ученика и рационально его использовать. Что ещё? Положим, ученик пришёл, играет вам плохо этюд. Ставить ему сразу двойку или не ставить? Я в этом случае пока ничего не пишу и прошу, если он должен мне играть, часть концерта, если концерт проиграется хорошо, значит, просто улёгся концертом, этюд поиграл плохо, и, знаете, я в этот раз тебе двойку не поставлю за этюд, но в следующий раз я начну с этюда, будет этюд плохо, пойдёшь за дверь, урок получится. Значит, к третьему разу этюд будет в порядке. Если, но, примерно первый-второй год обучения надо обязательно спрашивать на уроке всю программу, и программа должна быть доступна настолько, чтобы вы успели за урок всё проверить. Если не успеваете, значит, что-то непосильно. Когда уже становится более длинная программа художественной стороны, там, концерт линей, вместе с этим ещё и пьеса, то можно, конечно, делить один день технически или другой с контрпейстером, то тоже очень осторожно, потому что ученики начинают полнедели заниматься гаммой этюда, полнедели концертом. Поэтому что-то я обязательно спрошу. Или в день концерта сдать этюд, или там арпеджио. Вот возьмём мы гамму по флешу. Там к гамме прилагается 7 арпеджио. А у Гиллес 8 арпеджио. Нельзя ручить все 7 арпеджио. Что, мы будем полдня заниматься одной гаммой? Значит, я даю 2 арпеджио, можно 1, но принеси его как следует. Гамма учится, она постепенно там прибавляется темп, легче переходы, там интонация работает. Арпеджио, принеси мне одно, на него там можно отместить, от 5 до 10 минут. По 3, по 9, легат, если это 1 октава, ну, 1, или 2, если они легкие, мажорные, ненормные. Если одновременно у тебя терция, секция, октавы, ну, сколько можно им заниматься? Тоже в зависимости от времени, от 5 до 10 минут на день. Но выучи мне 4 терции как следует. Завтра, послезавтра, ты к ним прибавишь еще там 2-3. И постепенно, или уже если вы очень подвинуты, там, только вверх, а потом вниз. Потому что кончилось время, отведенное на терции, занимается секциями, занимается октаву. То есть, всего понемножку, знаете, гемиопатическими дозами. крейцерами, когда мы начинаем учить этюды крейцера, то крейцера там один прошел, следующий добавляется, ладно. Но в крейцере что нужно? Во-первых, нужно, чтобы все виды техники были ученика в работе. Значит, деташе, три двойные ноты. Как раздел крейцера, с первого по 17-й этюд, это деташе, легато, сочетание деташе, легато, с 18-го по 26-й этюд крейцера, это трелик, дальше идут 27-й там деташе и немножко децен, и начинаются двойные ноты. Нужно все. Значит, берется один этюд, на деташе. Пожалуйста. Сколько на него? Ну, для, да может, минут 15. На трельный этюд, минут 15, они мне приносят по две строчки трельного этюда, начиная с 18-го, кончая по 26-й. То есть, этюд за этюдом, строчка за строчкой они мне приносят. Ну, и двойные ноты. Конечно, на двойные ноты, если, они, немножко позднее идут, пока идет работа над терцами и октавы, секстами, в гаммах, можно этюдами трогать. Когда там более-менее уже в порядке, уже начинается работа и над этюдами. Тоже приносят 31-й этюд крейсера. Там три страницы, пусть приносят по две строчки. потом не надо эти строчки поднимать, но следующие будешь учить. Потому что на то, чтобы держать выученные строчки в руках, это тоже требуется время. И ученикам внушается, совершенно, они на своем опыте уже убеждаются, что обязательно какое-то время необходимо для того, чтобы сегодня играть, как вчера, надо позаниматься. Если ты занимаешься мало, то ты стоишь на месте, чтобы пойти вперед и приписывается в том примерном списке распределения времени, сколько надо добавить времени, чтобы тебе подвинуться вперед. Значит, более-менее свободные дни. Не думать, что СМС так легко учиться, когда находится на краю города и надо туда добираться весьма непросто. И даже если у кого машины приезжают, положим, на юго-западную или в Орехово, так уже у ребенка сил нету. Нужно сначала прийти в себя, а потом начинать заниматься. Правда, у нас есть творческие дни, они занимаются четыре дня в неделю младше, а три дня они занимаются общепрозавательными предметами, но старшеклассники занимаются пять дней. Их находится достаточно всяких предметов, которые заполняют и оставшиеся дни. Всякие камеры, ансамбли, вообще фротопиано, корейство, там все прочее. Поэтому время для занятий самостоятельных очень немного. Только свободные они знают, они могут продвинуться дальше. Поэтому если наши ученики занимаются от часа до полутора, постепенно репертуар усложняется, а время для занятий и умения не прибавляется, то это постепенно приводит к зажатию рук, потому что отчего руки зажимаются, когда играются непосильные, неподготовленные произведения. Распределение по сложности материал должно быть такое. Самое трудное это гамма, потом этюды, на которые заранее подготавливается необходимый вид техники в художественном произведении, и пьесы и концерты должны быть значительно легче. Тогда они быстро проходят. Предположим, я уже говорил, что играть концерты калаи надо уже в двойных нот начинать с ними более тесно ознакомиться. А если вы приступаете к вариациям Бериева и девятому концерту Бериева, то, разумеется, уже техника двойных нот гаммы, терцис, и октавы должно быть в работе основательно. Если встречается стакката в третьем концерте дейца, чуть-чуть, значит, уже надо попробовать это сделать на небольшом этюде или хотя бы на пустой струне. То есть все готовится заранее. Если мне нужно, ученик играл концерт Венявского, кстати, вот этот маленький Май Борода, он уже играет концерт Венявского, потому что он уже прошел и Риса, и Новачка, как вы слышали, затеё у него уже без проблем. Звони, ноты всех, включая фенализацию децима и у Пачекина, и у Май Бороды, причём регата по 4, то и по 8. Этюды крейсера в работе уже кончились, они играют каприца Раде. Это очень тщательная работа, причём не только зимой, но и летом тоже. Хотя летом обязательно делается перерыв не меньше, чем 3 недели. Обязательно. Полное отсутствие, чтобы не прикасались к инструменту. Когда, не знаю, наверное, заметили, вот ученик болел, не играл, пришёл, пришёл на урок, а у него вроде бы получается уже посвободнее, потому что если шла правильная работа, то перерыв во время перерыва идёт внутренняя работа нервных мышц. Они и в чём самое интересное, что лишнее уходит, хорошее остаётся. Поэтому нужен такой, особенно для первых трёх-четырёх лет обучения, полная самая свобода, то есть отдых от этого. Иногда говорят, ну как же, он всё забудет, или там, вы знаете, что, представь себе летом, хорошая погода, на даче, все кругом веселятся, а ребёночек стоит. Ну, сколько он летом будет заниматься, чтобы не отстал? Что, часик? Ну, эта скрипка уже вот тут, одно и то же играть надоедает. Лучше потом, после перерыва, за неделю всё восстановится, причём, причём, с большим удобством, и психологически уже будет легче. Поэтому летом заставлять ребёнка играть, не надо. Иногда даже перерыв, может быть, и два месяца. Вроде в первый момент взял, всё забыл, ничего подобного, а через неделю всё вспоминается. Так что этот перерыв, он нам профессионально не пойдёт, не только психологически, для головлиганка. Что ещё по вопросу о домашнем занятии? Бывает, я уже говорил, что приходит ученик, сыграл у меня, было тоже прялку Яльшин. Очень хорошо первая часть. Сергей Девченко взяли за третью часть, и говорит, что очень так же. Приходит, пальцы не идут. А мне мама не давала быстро играть. Почему? Заболтает. То есть уже понятие у мамы не музыкант, что заболтает, есть. Вы знаете, вот через оболзанность надо пройти. Надо, чтобы ученик знал, что это такое. И, во-первых, чтобы по возможности до этого не допускать. Кроме того, правильное соотношение проигрывает дом быстрых и медленных, так сказать, сколько раз быстро, сколько раз медленных. Теперь еще один надо, когда ученик выучивает наизусть, он дома перестает играть по нотам. В лучшем случае ноты, как мне один мальчик сказал, ноты стояли, то есть на пульсе ноты стояли. У нас три вида памяти. Слуховая, двигательная и двигательная. Механическая память его вывозит очень хорошо. Он может не задумываться и играть без ошибки. Может быть, даже и на уроке играть без ошибки. Вот выходит на репетицию в зале и выясняет, что там забыл, тут забыл. Поэтому после этого начинается лекция на тему, что дома играть надо обязательно по нотам, причем не просто так, а осмысливая, где какая позиция, где какие штрихи. Почему здесь эти штрихи связаны с тем, что удобнее превибрировать или аппликатурой той или иной ноты. То есть как бы просматривая заново. Можно не играть, можно просто открыть ноты и пальчиком поводить себе на премьере. Самое, конечно, надежное, это для хорошо уже играющих, уже для подвинутых, это тренировка идиомоторной памяти. То есть сесть в тихом месте на кресло, закрыть глаза и мысленно пропеть внутренним слухом, прослушать от начала до конца все. Представляя себе их штрихи, это, конечно, и пальцы для всем взрослых и с хорошо развитым слухом, конечно. Но вот игра по нотам, я, особенно, когда надо играть с оркестром. Смотрите, ну ладно, ошибся, здесь чуть-чуть поправился, а когда ученик играет с оркестром, он что, там может остановиться и что-то поправить? Это катастрофа. Я стал леченка. Я буду следить за твоими зрачками, чтобы ты ни разу глаза от нот не отвел. Причем, у меня есть такая указка, знаете, ручка-указка. Маленьким детям, я иногда, так, чтобы они когда теряют строчку переходят на следующее, показывают, куда смотреть. То же самое иногда и когда надо понять. Если ты отвел глаза, я говорю, начнем сначала. Ученик понимает ответственность. Играть ему с оркестром, ошибаться нельзя. Но все равно невольно один или два раза глаза в сторону. Начинаем с начала. Когда он у меня сыграет полностью все произведение и ни разу глаза нет. То есть зрительная цепочка будет идти, тогда будет надежное выступление, ничего не случится. У меня в Новосибирске играли каждый месяц. Там были такие концерты для детей. Никто никогда не ошибся. Но эта методика неукоснительно пришла. Обязательно глазами от начала до конца все проглядеть. Дома даем создание родителям, чтобы они просмотрели. Даже если не музыкант, просто смотрит, смотрит внутрь, не смотрит. Так что этот момент тоже очень важен. Перед выступлением не надо педагогу в классе для успокоения собственной нервной системы заставлять ученика проиграть то, что через 5 или через 15 минут надо будет играть на сцене. Вот там пример. Это просто была производственная необходимость мне, чтобы меня Вика сыграла с концертмейстером, поскольку она только с мамой играла. А мама очень боится на сцене играть, она теоретически наиграет то, что надо. Вот она репетируя, сыграла хорошо, а через 10 минут играя уже, она не волнуется. Второй раз уже чуть-чуть там вашей цепочкой будет. Детям они могут для того, чтобы сосредоточиться еще раз, нужно время. то есть клетки наши у детей даже если вы и бывает так, приходят на урок и что-то не получается. Вот вы знаете, вот только что мы бы перед вами, перед тем, как идти на урок дома, все проиграли, я говорю, все хорошее, дома и осталось. Постепенно составляешь уже правильно готовиться и к уроку, и к концерту, потому что собраться ребенок может, в чем это хорошо, если он именно первый раз хорошо собирается. Если он играет хорошо со второго раза, то это хуже, потому что он играет на концерте с первого раза. Или так, сыграл хорошо, повтори еще раз, чтобы было так же хорошо. Нет, дорогие мои, второй раз сразу лучше хорошо играть не сыграет. Это просто невозможно. Даже более подвинутый ученик, эмоционально сыграть вот так вот с накалом, может, только один раз. Я даже читал, я очень интересую методикой фортепиано, много всяких работ, просто интересно, родственники, музыканты. Зрелые пианисты даже накануне сольного концерта песен очень хорошо выкладываются, они на следующий день с той же степени им трудно играть. Так что надо доверять, что с первого раза все увидят. То можно медленно проиграть какое-то техническое место, посмотреть по нотам, разыгрываться лучше всего на вибрации, если уже вибрации есть, или кусочек трильдового этюда, но только не проигрывать перед выступлением. Теперь другой момент. Вопрос разыгрывания. Ну, конечно, когда вначале есть кантиленная пьеса, можно на ней разыграться. Наши капилляры очень экономно наш организм пользуются. Вот у меня всегда, кстати, довольность, что в холодных уплевать, тёплые руки, но капилляры раскрыты ровно настолько, чтобы руки поветёт. Если надо сыграть гамму, вот вначале, один раз по 4 сыграли, один раз по 8, и сразу по 24 в быстром темпе не получится. Чтобы в быстром темпе пальцы работали, нужно больше приток крови, потому что мышцы, если нет достаточного притока крови, они начинают голодать, это ощущение скованности. Поэтому в зависимости от того, тёплые руки или холодные, надо больше и меньше разыгрываться. Но разыгрывание прекращает, этот эффект притока крови прекращается через 10 минут. Поэтому если поиграл, и ты если 10 или 15 минут уже сидишь, тебе надо разыгрываться заново. Правда, сейчас появились в аптеках мини-грелки химические, маленькие такие, они тёпленькие, в руках и можем держать. Но это необходимость для пианиста, а скрипачи не могут играть. Поэтому если выступает класс, нельзя их сажать в один ряд и по очереди выходи играть. а пока ты играешь лидинга, но если тебе нужно играть на реконтер гибарде или уже в берег, то ученик должен где-то в классе перед этим разыгрываться. Он не может сидеть и сразу выходить играть. Кроме того, и психологически лучше для себя никого не слушать, потому что если вот сидит ученик и слышит, как перед ним один там где-то споткнулся, другой начинает беспокоиться, а вдруг я где-то ошибусь, это нехорошо. Пусть слушает после себя. Погласили конечно, не нужно никогда перед выступлением на концерте в такой ажиотажной обстановке. Вот играй, играй хорошо, ты маму подведешь, или ты меня там подведешь, или ты там старайся. Очень спокойно. Правда, детям свойственно все-таки выступать на концерте не каждый день приходится ощущение возбужденности есть. Они начинают бегать, смеяться, вот тут надо постараться, чтобы родители проследили и давать им себя возбуждать, значит, потом трудно будет выступать. Слово ты волнуешься? Вообще такого не должно быть вообще в лексиконе у педагога. Или боишься? Это когда кто-нибудь там смажет, и говорит, что это такое? очень спокойно, потому что уволдение педагога тоже передается и ученику. Надо себя сдерживать и стараться подготовить в классе. Выходишь играть, постарайся здесь еще получше сыграть, поярче там, по музыкану. У вас есть вопросы по подготовке к уроку, на уроке и выступлению на ротах. Этюды вы выучиваете на Иисусе обязательно? Так, вот это интересный вопрос. Значит так, этюды, которые представляют себя какую-то законченную форму, кстати, вот малые донты, они даже иногда не на тонике кончаются, запомните их трудно. Те, которые запоминаются без особого труда, конечно, надо тренировать память и играть от начала до конца. Но тут вот какая методика должна быть. Чтобы каждый этюд несет в себе определенную техническую задачу, значит, в первую очередь надо следить за руками. Поэтому начало определенный раздел обязательно надо выучить на пары. А дальше ученик ута говорю, если ты будешь следующий кусочек играть по нотам, а все, что полагается по этому этюду, у тебя будет так же, как при игре наизусть, я тебя не заставлю дальше наизусть учить. Вроде бы внешне выглядит как облегчение, да? А по сути делает еще более сложная задача, чтобы играть по нотам и хорошо контролировать все свои ощущения. Или же они приносят наизусть, там, если длинный этюд по кусочкам, если нужно, если приходят и не очень получать, вот нет, все-таки надо на память. Особенно стихо моё идёт на двойни ноте там, в меньшей степени. У всех, все таковы с работой, у меня была напечатана первоочайная работа с виртуозной техникой, потому что обычно затруднения беглости пальцев бывают тогда, когда на струнах остаются лишние пальцы. Если вот два полутона подряд, если первый палец будет стоять, он мешает третьему стать чисто полутон. То есть надо обязательно знать, где палец оставлять. Я в тренинке пишу после шести нот, когда играется следующая секстоль, первый палец поднять. Когда у нас третий и четвёртый палец первый не держать никогда. Это то самое, о чём я говорил, что лишние пальцы на струне держать не надо. Если идёт движение не триолями, а как прялки, то тут меньшей степени, потому что здесь много пустых струн. А если мы возьмём этюд 17-й кректора, здесь на каждую первую ноту отскок третего пальца. на заскок работать немножко сложнее, чем нападение. Но не все четыре ноты с одинаковой силой надо уступить пальцами. и следить, чтобы постепенно не накапливалось напряжение в руке. Когда мы играем вот это 17-й то встречается второй, четвёртый по что-то конечно больше сковывается. Поэтому при игре первым и третьим проконтролирует. То есть надо учить учеников во время игры отдыхать. Специально руки не будут. Это нужно быть под контролем головы. Когда пустая спина, флорелет, мгновенное расслабление. Если мы возьмём, ну это конечно такой пример не для школы, как шестой каприз погонения, где идёт тремоло. То есть трельф мы считаем то, что у нас расстояние на полутоник или тон. А если движение трельф на терз или больше, это методика называется тремоло. Там с растяжками это тремоло идёт. И если не найти так, где у нас это растяжки нет, то до игры до конца невозможно. поэтому и в виртуозных пьес есть более трудные для руки места, где рука устает, значит, в этом месте проследишь, ты объединитель был свободный, и ощущение в руке, чтобы рука отдыхала. Даже как говоришь, вот в любом произведении есть более трудные места и более лёгкие. Я так думаю, вот идёшь по дороге, ровно и гладко дорогу можно смотреть по сторонам. Потом появились под ногами лужи, камни, значит, не будешь на руку смотреть, и попадёшь в плохую ситуацию. Даже в конце где играет, подходит к более сложному месту, где надо не напрягать руки, а голову внимательнее собрать. И уже заранее знаешь, что к этому времени ты должен быть более внимательным. Не напряженным, а более внимательным. И это дает возможность уже сосредоточиться вовремя. А не тогда мимо, а потом начинаешь уже только соображать, что у тебя тут происходит. То есть приходится затерять, учить, где о чём подумать и когда подумать. идёт предложим этюд 13 вольфа, да. Ну, там, вначале аккорд 1 2 3 2 его вызванных этюдов нет, то я его обязательно всегда испортил. И вот ты играешь 3 четверти. 1 2 3 Что во время делает твоя голова? Она смотрит вперёд на 5 нот, на 4 16 и следующую длинную ноту. 1 2 3 Дальше что? Думай вперёд, а не то, что сыграл, а потом начинаешь выяснять, а что тебе играть дальше. Так что буквально есть в каждом произведении так называемые дежурные ошибки. Вот чтобы их не было заранее, от них надо предупредить. Вот здесь вот так вот здесь вот все ошибаются, а я не буду ошибаться. психологически у нас справятся, чтобы всё было. Я могу сказать, что сложные произведения даже со старшеклассниками я разбираю в классе. Читка с листа, которая иногда значится в программах данных школ, это сложное дело. И читка с листа увлекаться не надо. Пока ещё полной свободы в руках нет, мы не должны отвлекать внимание ребёнка от своих двигательных ощущений. А если он читает с листа, ему не до правой руки, не до левой, и начинает вылезать все недостатки, которые только сегодня у него есть. А как быть в этом случае? Я задаю домой задание на разбор. Что значит разбор? Использует или вот юновская печаль первый выпуск, второй выпуск, здесь много произведений, много плохой музыки, которую мы не используем в репертуаре. Это знакома вам пьеса «Часы Кремля», а выучивают наизусть не стоит, музыка плохая. То есть не те пьесы, в которых мелодия сама подсказывает, следующая нота. Те, которые надо подумать, не ошибиться. И вот 10 минут в день пьесы отводится на самостоятельный разбор. Ни музыканта, ни бабушка, ни папа, мама, никто, чтобы не подходил. Соберег самостоятельно должен разобрать. За эти 10 минут приходят, значит, играются. Если есть какие-то ошибки, я опять не говорю ошибки, смотрю, у тебя в этом такте есть ошибка. Как ты думаешь, где? По возможности нашел ошибку сам. Если находит, мы разбираем. Но в следующий раз этот эпизод уже мы не трогаем. Зачем переводить? Следующее разбирай. Если ты разобрал 4 такта без ошибки, вот и пятерка. А если сыграл 8 с ошибками, значит, соответственно, и оценка. И вот так из урока в урок вот эти самые 10 минут домашней работы не уходим. не уходим. Вот вот этот Илюша, который играл последний, у меня на самостоятельный разбор бедный, все 24 этих донтовских малых этюдер разбирал, приносил мне. Как он облегченно вздохнул, когда он до конца дошел, надоело, потом музыка намала, интересная. Очень хорошо использую здесь сложности с ритмом пьески вот этих всяких узбекских, таджикских танцев, ритмические моменты там, а для того хорошо использовать вот эту национальную эти гармонии. Очень годятся пьесы советских композиторов. Там много плохой музыки, и поэтому трудно сразу так догадаться, что где по слуху хочется диеза, там диеза нету. В общем, в таком плане. И это не влияет на руки, потому что я говорю, сначала свеже, чем браться за скрипку, вот ты просмотри, где какая позиция у тебя будет, в какую сторону смычок, не то, что когда причинь, если создала сразу все. Снимаем прижим руках не нужно. Но когда нужно разбирать предположим концерт Прокофьева, или там Испанская Симфония, то на уроке при мне ученик играет. Есть какая-то ошибка, мы разбираемся. Если я вижу, что это в голове еще не осело, я говорю, дома не играй. На следующий урок придешь, мы опять с тобой это разберем. Что главное, чтобы дома, чтобы не тратить время на переучивание ошибок. Когда хорошие руки, они запоминают в первую очередь первые прикосновения консульментов. самое вредное для ученика менять в процессе работы аппликатуры штрихи. Вреднее быть ничего не может. Надо давать уже сразу готовый материал. Отдавать на самую волю ученика подбор аппликатуры, простите, это очень сложно. Это требуется довольно высокий профессионализм, и ученикам это еще пока не под силу, не надо им давать эти задачи. Вы сами знаете, вот выучив ученики про жмите ту ноту, сколько это тянется, пока, и то иногда в ответственный момент, все-таки эта ошибка вылезает. Когда ученик приходит и повторяет ошибку, я говорю, у тебя очень хорошие руки, но к этим рукам нужна внимательная голова, потому что лучше запоминать сразу хорошее и не тратить время на переводчик. Тут если привносят ученик мне после всяких разборов где-то ошибку, скандал не минус, потому что я знаю, чем это потом оборачивается. Бывает так, что начинающий, то у меня там проблем у меня нет. но когда я беру способных ребят, которые приезжают в других городах, и у них нету навыка внимательного отношения к аппликатуре и к штрихам, и они могут раз сыграть так, а до города иначе, приходится бороться. Это психологически отношение, а ладно, сыграть. Так что для необходимых текст должен быть с самого начала выверен, его надо поддерживать. Другое дело, что в зависимости от индивидуальности ученика я могу там дать провибрирую ту или ноту вместо четвертого пальца третьим. Кстати, очень часто этим конченемся. Даже профессионалы наверху же, извините, чтобы четвертым пальцем вибрировать, надо больше выносить руку. Подушечка четвертого пальца редко у кого четвертый палец физически настолько хороший, что он вибрирует так же хорошо, как и третий, как и второй. Зачем же устраивать неприятности? Верхние ноты играть третьим пальцем с вибрацией и менять аппликатуру свободно, потому что в наших нотах школьных как только верхние ноты четвертый палец и будет еще за ребенок там. А мне надо же практик, пусть практикуется на чем-либо другом, но не на том произведении, которое надо выйти и хорошо сыграть. Если у него это природное процесс, я могу сказать про себя. У меня было 7 педагогов, самый хороший был 7, которому я попала в 17. Так что сами понимаете, сколько пришлось на собственном опыте всех этих перестройок всего пролети. И я вибрирую, начала четвертым пальцем где-то только лет 18. До этого он меня плохо акционировал. Если прогибающийся сустав или слабенький, он постепенно окрепнет. заменяйте мой совет 4 палец 3. Капитуар. Сейчас придет Ирина Васильевна Бачкова в 12. Сегодня на Раде не давать виртуозной музыке. Если будут играть пьесы на сонатах, не надо давать сонатах. У нас например в ЦМШ жентльменский уговор давно. Весной на экзамене сонат не играть. За сонатой не прятаться, потому что неизвестно. Подвинут твоя техника, что ты можешь, что ты не можешь. Сонат это пожалуйста. В середине года сонаты полагаются играть, мы играем. Но не надо играть в школе, надо двигать технику. Значит если будет играть предположим ученик не очень музыкальный для арговый рачинник. Он может играть детям, младших классах особенно, недоступно понимания классической музыки. Надо давать поле, если он будет играть размышления Масне, будет играть по разным музыкантам. Песни без слов Чайковского. Я очень люблю эти песни Эвазяна. Эти восточные пьесы, они очень музыкальные. Мелодия Сулимова. Нас вибрация связана с эмоциональностью. Не будет вам ученик вибрировать одинаково ларгий врачинник, если вы не вовремя дали, или же песня Эвазяна. Поэтому музыка должна сама третье концерт зейца. Там чего только нет. И аккорды, и двойные ноты, и яркие эпизоды. А когда играет Акалаев, поиграет нас иногда, и я даже иногда на зачет выставляю, но четыре страницы этого текста и иногда так, Акалаев в классе по страницам, а третий зейца на сцену. Только музык можно пробудить эмоциональность и конечно показываешь, рассказываешь, но если тут нету, ему не будет. А пробуждать надо немножечко пораньше. Поэтому я ему в прошлом году еще все говорят, ой, какой умный мальчик, но видно, что он все играет от головы. Вот сейчас начинается пробуждение, потому что он на класс младше поступил в школу шестилетним, но только что исполнилось 12 лет. Когда дети делают что-то с преувеличением, нельзя их заставлять в эмоциональном отношении к тексту придерживаться строгих рамок. Где-то сделал больше ретануто, чем надо, зато сделал а если сказать это много нельзя ничего нибудь сделать. Преувеличение не страшны. Надо только за этим воле посмотреть. Выступать Вика Маргасюк есть 7 лет только что исполнилось она будет поступать в первый класс весной. Скоро веду года или два года. В общем-то полгода. Так, Виктория, покажу выступление и прочее. Виктория, КОНЕЦ 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 И последний участник нашего маленького концерта – имя Гайчин.